Нужно ли подчеркивать ссылки? Как делать переходы между страницами? Последний гвоздь в крышку гроба Джейк Вэри. Погнали. Всем привет, сегодня 135 выпуск подкаста «Суровый веб». Почему, если у нас написано 134? Всем привет, сегодня 25 июля 2017 года, с вами проект «Ювеб дизайн» и подкаст «Суровый веб». Мы, как обычно, выходим в виртуальной реальности, поэтому наденьте свои очки. Да, пристёгивайтесь, и 25 минут 12-го по Челябинску, время очень позднее, поэтому мы, как всегда, пишем подкаст на перегонки. Да. И, я не знаю, мы уже шутили на тему того, что писать подкаст на перегонки – это как в гонках режим «Гонка с тенью». Это когда ты пытаешься проехать быстрее, чем ты проехал в прошлый раз. Ну, главное, чтобы не как бой с тенью. Кинг-рин. Да. Так вот, и я ещё раз хочу сказать, я уже это тебе говорил или нет, сегодня ты будешь самым главным в этом подкасте, и это будет твой бенефис, как у Юрия Гальцева. Я бы лучше хотел себе бенефис, как у Елены Воробей. Поэтому, ребят, ну давай, там все, аплодисменты, смех записанный. Вообще, на самом деле, у нас подкаст превращается, я тебе скажу, в комнату смеха. Там, где вот эти жабы перепрыгивают, кривое зеркало. Шутка за шуткой. Шутка за шуткой. Шутка за шуткой, да, да. Я не знаю, существует это говно ещё или нет. Ну, у нас же 134-й выпуск, это пока. Ну, а первая тема. Бабл Бабс нам её предложил. Слушай, как Бабл Бабс. Как Бамбл Би. Ну ладно. Спорная тема, он её назвал. Подчёркивать или не подчёркивать ссылки. Мы её прям вот громкой темой первой сделали в нашем подкасте. Она действительно спорная. Мы с Никитой спорили, прям до криков, до ора. Ора, который выше гор. Так вот, некий Адриан Роселли, видимо, какой-то итальяшка, написал. Он Линк Анжелайенс. Он написал вот такую темку, статью. И на самом деле, у него вот сайт, он мне напоминает, как будто вот он только научился пользоваться веб-технологиями, CSS. И вот он решил всё попробовать. У него вот если навести на заголовок, он чуть двигается. Так. В принципе, у него вот эти текст-шедоу здесь в нескольких экземплярах. Какое-то всё серое, прям как наш сайт. И вот, да, отступов нету у картинок. Какой-то work in progress, я так чувствую. Хотя мы все знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное. Короче, the underlying must be drawn here. Здесь капитан, как там его зовут, я уже... Очевидность, видимо. Ну и как этого лысого зовут? У меня не прогрузилась статья. Бенефис. Какой лысый? Ну, капитан из Стартрека лысый, который поиспал... Спок, что ли? Ну не Спок, твою мать, ты дурак. Лысый старый чувак. Который умер, актёр? Я не знаю. А, или это Спок? Я просто всегда помню, капитан немой... Нет, это именно, который Спока играл, чувака зовут Леонард Немой. Капитан Банака, вообще. Ну ты то есть реально не помнишь, да? Капитан Пикард, или как ты его зовут ещё? Шан-Люк Пикард, я сейчас загуглил. А зовут ты? Ну, капитан Пикард, видимо. Нет, это реально Пикард? Ну да, да. Капитан Фейспал, напиши уже. Да он! Ну ладно. Я прям Вики открыл. Хорошо. Дата рождения 13 или 2305 года. Вот он говорит, что надо провести Underlines. ТЛДР здесь есть в самом начале для тех, кто не хочет читать, то есть для нас. В общем, я рекомендую подчёркивать ссылки в контенте у тела. Если, говорит, никаких других стилевых решений для данного конкретного сайта нет, то лучше подчёркивать просто и не париться. Но вообще здесь есть несколько пунктов, по которым автор прошёлся. Он не только по своему собственному суждению, но не только his own judgment участвовал в составлении этой статьи, но также есть здравый смысл и несколько пунктов, которые он здесь указал. Ну, например. Первое — это accessibility. Это доступность для разных категорий граждан. У нас есть некий документ Web Content Accessibility Guidelines, уже версии 2.0 VCAG. и он нам говорит вообще о том, какие конкретно прям параметры должны быть у цвета, размер шрифта и так далее в интернете для того, чтобы он был доступный. Есть секция про цвет. То есть вот, ну, если говорить про ссылки, то очевидно, что они отличаются не только подчёркиванием, но и цветом. Вот если мы будем говорить про цвет, то цвет никогда не используется как единственное визуальное различие выделения какой-то информации. То есть есть люди, у которых цвет и невосприимчивость. Если, ну, какое-то слово выделяется только цветом, то они его не увидят, соответственно, для них эта ссылка будет неaccessible, потому что они не будут думать даже, что на неё можно нажать. У них всё серым видится. Поэтому это нас наталкивает на то, что надо бы ещё каким-то выделить хреном ссылку, ну, и, в принципе, уже чисто исторически всё выделяется именно подчёркиванием. В том же документе, в том же документе есть пункт, один, так, нет, один, четыре, нет, это был про цвет. Вот G182, я не знаю, ну, хотя, что я не знаю, можно перейти прямо по ссылке. Я-то не знаю, а ссылка-то знает, что... Ссылка на V3.org. Да, на V3.org, и здесь как раз есть экзамплы и так далее, о том, что цвет не должен быть единственным вообще. Единственной отличительной чертой. Сейчас вспомню старую тупую шутку. Мне нравится в тебе только одна черта, которая разделяет твою задницу на две половинки. Вот цвет не должен быть единственной чертой. И здесь... Бенефис, брат. Надо бы... Владел бы я искусством каким-то, кроме того, чтобы вести подкаст, я бы добавил сюда аплодисменты сзади, смех на каждую тупую шутку, которая выходит из моего рта. Ах, 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 как этот... В Чужой Завет в самом конце Дэвид доставал эмбрионы изо рта своего. Это спойлер, кстати, сейчас. Ну, я же не сказал, чьи эмбрионы. Ну. Поэтому идем дальше. В общем, контраст должен быть больше, чем три к одному у цветов. И здесь будут микро-шуточки по поводу того, что, например, даже у Гугла не соответствует поисковой выдаче ссылке вот к контрасту. Вот этому, который должен быть. В общем, эти штуки нас наталкивают G182 и G183. G183 как раз в нем есть строка о том, что underlines are recommended for links. Так вот исторически сложилось, что подчеркивания рекомендованы для ссылок как еще одна визуальная подсказка, кроме цвета. Для того, чтобы сфокусироваться и понять, что можно перейти по этой ссылке. Это первое, accessibility. То есть не увидят банальные люди. Второе, usability. Usability, как мы помним, это то, насколько быстро мы можем с помощью какого-то конкретного программного продукта добиться результата. То есть это прямое удобство пользования. То есть не UX, который, как я напомню, является нашим, так сказать, эмоциональным фоном от пользования программы. Нам нравится ей пользоваться, нас восторгает, какие-то воспоминания из детства и так далее. Это UX. А usability это просто механически, как быстро мы можем с помощью этой программы что-то сделать. Вот механически ссылки визуализируются подчеркиванием, просто потому, что мы когда сканируем, так сказать, весь текст глазами, мы уже видим и синенькое, и подчеркивание. Ну и здесь опять же есть ссылки на разные статьи, исследования и так далее о том, что еще в 2004 году писали о том, что надо бы как бы и цвет, и подчеркивание. В 2010 году писали, в 2015 о том, что люди расценивают клики как собственную валюту, они не хотят ее прям вот тратить. И поэтому нам нужно их максимально заставить ее потратить, заинтересовать их глазами, чтобы они увидели, что о, подчеркивание, блин, так охота нажать, невозможно ничего сделать. Третий, academic research. Мне здесь понравился конкретно пункт. Здесь академические исследования, прям в PDF-ках есть ссылки. В 2003 году, в 2004 делали исследования и так далее, в 2005 даже. И в 2005 году была интересная, когнитивная нагрузка от ссылок. Вот если мы, типа, много ссылок напихаем в документ, чувак будет читать и думать, блин, я вот не пойму эту статью, если я не перейду по всем ссылкам, лучше я вообще нахрен читать не буду. А если мало ссылок? А если мало, то, ну, одна-две, оно более или менее нас как бы расслабляет, мы по ним, возможно, даже перейдем и так далее. А если их будет много, мы по ним даже и не перейдем. Поэтому сильно как бы загружать не надо, но если уже загружать, то чтобы, опять же, мы видели, что подчеркнуто, и мы сами для себя во время чтения делали отсечки. Ага, в третьем абзаце была ссылка. Если я до конца статьи не пойму, что такое, я не знаю, биткоин, то я вот в третьем абзаце по ссылке-то перейду и все-таки прочитаю. Вот это то, с чего начинался веб, с гипертекста, с набора связанных документов. Оно вот у нас возможно, выстраивание в голове вот этих вот цепочек, если ссылки подчеркнуты. Мы их просто видим и откладываем, так сказать, для себя в уме. Три пишем, два в уме, как нам в школе говорили. Вот здесь тоже два в уме. Четвертое, other sites. Мы должны ориентироваться на другие сайты, потому что люди другими сайтами, очевидно, тоже пользуются, и они будут чувствовать себя familiar, если они заходят к нам на сайт, и у нас так же, как у других. И здесь, он говорит, не очень понятно, потому что вот, например, Google дропнули underlines, и, говорит, вообще у них даже по контрасту не проходит, поэтому к ним есть много вопросов. То же самое с Amazon. Но у Google вся выдача. У Amazon хотя бы просто в навигации нету подчеркивания. Там и так достаточно понятно, что это ссылки. То есть почему, ну, он оправдывает Amazon, что хоть они не следуют непосредственно вот этим гайдлайнам, но у них есть там все равно больше одной подсказки. У них в рамочку они обведены, там, у них есть какой-то градиент выдавливания и так далее. То есть не только одним цветом у них все отображается, то же самое, как у Walmart, Target, Apple и так далее. Наверняка можно 10 тысяч сайтов найти, где не все ссылки подчеркнуты. Но вот если говорить об Amazon, то уже в самом теле ссылка там типа, прочитайте ревью, она уже, естественно, подчеркнута, и у нее еще есть прям call to action. See all editorial reviews, например. То есть ты уже стопудово не промахнешься, но из-за того, что она подчеркнута, ты прям за нее зацепляешься, и тебе круто. На Твиттере и Фейсбуке, кстати, тоже нет подчеркиваний. Но он, опять же, оправдывает. На Фейсбуке зато дохрена картинок дополнительно. То есть ты понимаешь, что если... И там это все, естественно, в одну ашку объединено в HTML. То есть ты кликаешь на картинку, а переходишь все по той же ссылке, которая и в тексте. То есть ты не страдаешь тем, что ты не перейдешь на ссылку, потому что они почти все связаны с картинками, а картинка даже в силу того, что у нее больше кликабельная область, ты будешь на нее кликать и перейдешь на ту же ссылку, что и по тексту. Как хороший пример, он приводит в Википедию, естественно, в которой прям все подчеркнуто, все круто, все сделано и так далее. Все синенькое, все как Лебедев завещал. Так. Что касается контентноуправляемых систем, в Drupal они прям андерлайны закодили в ядро, что по умолчанию, если ты никаких стилей не переписываешь, что все ссылки подчеркнуты. В WordPress тоже это дискасят, обсуждают, но написано в скобу оффлайн. Видимо, в пивной болтают о том, подчеркивать ссылки или нет. И да, здесь опять должен быть аплодисменты, шутки, смех. Пятое. Styling options. Какие у нас есть варианты, как подчеркивать? Непосредственно текст андерлайн свойства. Текст декорейшн андерлайн, простите. Не думайте, что я не знаю, я знаю. Highlight выделение. Непосредственно бэкграунд делать у ссылки. Мы такое видели, ну, например, мне сразу в голову вспоминается Smashing Magazine, магазин, простите, и веб-дизайнер Депо. Там у них прям квадратиком вся ссылка выделена, ты на нее наводишь, она еще вот так перекручивается красиво, типа что один текст закрывается, открывается другой. Это прикольно. Почему бы и нет? Border. Border, это мы все видели, когда нижнее подчеркивание делается не текст decoration underline, а бордером. Оно ниже чуть-чуть находится, не перекрывает вот эти вот десендеры, я все не помню, как по-русски называются выступающие части у букв типа Y, которые ниже строчки. Вот десендеры, они не перекрываются бордерами, и на самом деле кто-то считает, что это круто, мне отбесит, например. Я даже, когда конспектирую что-то в тетрадках, я подчеркиваю и оставляю чуть-чуть места под вот эти десендеры, чтобы выглядело прям красиво, так обволакивающе. То есть не перечеркиваешь? Да, я их не перечеркиваю, я их именно оставляю чуть-чуть по микропробельчику. И вот, например, Safari, они одни из первых добавили поддержку вот этого, я не помню, вот тут я не помню уже какое свойство, в конце о нем сказано, о том, что есть у нас новое свойство. Где оно тут? Нет, не сказано. Ну, короче, есть какой-то текст underline какой-то там, оно в Safari по умолчанию тоже делает небольшие отступы вокруг десендеров. Градиент эффект, ну это да, это тоже мы делаем линейный градиент, только на низ, на нижний пиксель. Да, может быть, но, ну не знаю, мне все, особенно если сделать в комбинации с текст шэдоу, то текст шэдоу делаешь такую же, как фон, то есть, допустим, белую-белую. Она перекрывает градиент тоже, там остается вот зазорчик вокруг каждого десендера, прикольно выглядит. Но, опять же, вот эти все изворачивания, хотя вот Крис Койер на CSS Tricks, я не знаю, он там сейчас очень часто дизайны меняет, на одном из дизайнов было бордером, на одном из дизайнов было градиентом, выглядело неплохо. Я помню, когда на Medium только ввели вот это вот бордером снизу, я прям вот, ну, мне глаза ловили, как на большинстве сайтов каких-то таких дизайнерских, все переделали. Вот это и прям большой зазор был между самой ссылкой и подчеркиванием. Ну, был тренд и был, я считаю, текст декорейшн underline самым прикольным, самым хардкорным. Что касается recommendation, вот он здесь говорит, что, ну, не надо полагаться только на цвет, понятно, надо еще какой-то вариант придумать, выделение. Кстати, последним фонд Style Scout, сделайте, говорит, еще курсивом там, или жирным, или small caps, это small capitals, это в open-type шрифтах есть поддержка, когда все буквы строчные, ну, то есть заглавные, но та, которая заглавная-заглавная, она чуть выше, чем все остальные. Что-то хотел я тебе сказать, знаешь, что, то есть я могу отходить, значит, получается, от устоев синего, правильно? Чуваки пишут. Ну, тебе нужно выделить как-то ссылку не только цветом, уже шарады тебе задавать, ты можешь и не обязательно синим делать. Просто, видишь, когда вот пункт other sites, и когда я готовился к подкасту, я забыл, хотел сказать о том, что нужно ориентироваться не просто там на Google, Яндекс, а на сайты твоей индустрии. То есть если ты, у тебя какое-нибудь агентство недвижимости, нужно делать так, как у всех агентств недвижимости, чтобы не выбивалось, чтобы люди, которые к тебе заходят, они были, все чувствовали familiar. А если у тебя дизайнерский сайт, то надо под Криса Койра подстраиваться. А если я хочу быть первым в недвижимости, может быть, я хочу отличаться от людей? Ну, ты можешь пробовать, если у тебя уже на самом рынке недвижимости есть такие позиции, что к тебе все равно зайдут. И тогда, да, ты можешь быть трендсеттером. Прикольно. Мне еще очень понравилось, а мы уже высказывали на свое мнение непосредственно, очень понравилось про тему того, что сменить на курсив, на жирный. Это действительно будет выделяться среди всего текста. Это прям вот крутая тема. Я даже не знаю, что лучше. Мне кажется, курсивом прикольно. Ну, вот мне пункт с выделением бэкграундом, вот квадратик такой, чтобы был, сама ссылочка, прямоугольничек. Мне вот он больше нравится. Ну, это хипстерский сайт будет такой, если ты будешь бэкграундом выделять. Извините, я ничего не могу с собой. Я так вижу. На ты? Да. Ладно. Хорошо. Здесь в самом конце на 12 января 2017 года Джен Симмонс некая пишет о том, что в 2018 и позже обсуждается стандарт CSS Text Decoration 4, и там будет куча всяких типа там жирненький снизу. Там отодвинули чуть-чуть на 2 пикселя вверх, там Text Underline Offset, например, то есть отступ. Ну и так далее. Можете посмотреть Text Decoration With Skip, Text Emphasis Skip. То есть то, что вот как раз частично уже где-то поддерживается. Но это драфт, забыл, как черновик. 25 июля 2017 года, то есть сегодня, последний раз его обновляли. То есть активная работа ведется. Свежак. И да, здесь-то вот у Адриана Розелли у него все синенькое и подчеркивается. Но вот заметь, Other Posts, у него есть небольшая секция перед комментариями, там неподчеркнутые ссылки. Каким хреном он выбирал, какие подчеркивать, какие неподчеркивать? Видимо, одному ему известно. Хотя я сейчас смотрю, других нет никаких неподчеркнутых. Только вот этот вот Other Posts. Просто те самые Other Posts, про которые ты говоришь, да, они, это даже не ссылка, как ссылка на текст, это целая кнопка, по сути, большая. Ну нет, там Ашка, да, опять же с картинкой. На картинку тоже можно нажать по Фейсбуку. Да. Но это не меняет того, что можно было бы сделать. Ну-ка, вот что у него там переводят? Пере-пере-пере-пере-пере-пере-перекрывает. Текст, текст-декорейшн-нон у него есть. У main.ahref, текст-декорейшн-нон. То есть он сначала везде его отменяет, а потом только у некоторых его добавляет. Ну вообще, конечно, у него вот эти вот картинки, они очень нужны, посмотри на их размер. Я прям все на них могу разглядеть, да, согласен с тобой. Они прям важные, нужные. Поэтому, хотя у него какие-то другие смотрят, что текст-декорейшн-нон. На самом деле, надо сказать, что мы с тобой часто касаемся темы ссылок. И то, что сегодня это вот стало первой темой в подкасте, у нас всегда это спорный момент почему-то. Но не почему-то, это прикольно, просто интересно. Так это и в мире спорный момент. Наш подкаст – это отражение всего мира. Вот. И хотелось бы, опять же, достучаться как до небес, только до наших служб. А они, в принципе, уже на небесах. Не в смысле, что они настолько уже достигли. Они при жизни в рай попали, потому что они слушают наш подкаст. Настолько достигли уже величия, что они, наверное, могут и свое мнение по поводу ссылок оставить нам в комментариях. Я вообще, я всегда хочу, чтобы люди не только темы нам предлагали, они свое мнение. Я хочу, чтобы вокруг нас было комьюнити. Вот тебя, меня, вокруг вот нас. Так. И это круто. То есть есть вот даже чатик YouWapDesign наш в Телеграме, о котором ты сейчас будешь говорить. Мы плавно перетекаем в твой бенефис в организационный момент. И я хочу, чтобы люди во всех, всеми инструментами, которые мы для них предлагаем, высказывали свое мнение, не стеснялись, использовали нас как площадку для своего бенефиса. И тогда мы все будем вместе двигаться вперед в лучшее будущее, потому что мы его будем делать вместе все. Слишком гениально, слишком гениально. Я могу к этому только добавить то, что нас легко найти в Телеграме. t.me slash YouWapDesign, правильно? Да. И это вы попадете в чат или вы попадете на канал? Это канал будет. Это будет канал. А чтобы в чат попасть? Чтобы попасть в чат... Надо написать все-таки в описании. Не, не надо мне писать. У нас есть ссылка YouWapDesign.ru slash about, и там я ее сделал публичной просто. Несмотря на то, что группа закрытая, только по инвайтам, но инвайт вы можете получить на YouWapDesign.ru slash about. Нас крайне тормозит сейтецкий. Да, кстати. Кто-то додосит нас именно, вот видимо, чтобы у нас подкаст не удался. Я тоже это заметил, но тем не менее, на сайте у нас в том числе есть... Может быть, сейчас все регистрируются. У нас есть регистрация на сайте. Да, скорее всего, наплыв, да. Регистрация на сайте есть для того, чтобы вам было проще жить и оставлять темы для следующего подкаста. Это можно сделать все в сайт-баре справа, господа и дамы. Если вы помните, если вы знаете, это у нас есть справа там. Есть еще у нас стикеры во Вконтакте. Можете заказывать их легко и удобно. Между прочим, я каждый раз пользуюсь нашим подкастом для того, чтобы тебе сообщить именно новости о том, что у нас заказывают стикеры. Каждую неделю есть люди, которые заказывают стикеры. Есть люди с Украины, которые заказывают стикеры. И не боятся вот этого того, что их посылку распечатают, доклеют на них свастику и отправят им дальше уже. Ты мне хочешь сказать, что, может быть, настанет тот момент, что нам придется и вторую партию стикеров заказывать? Слушай, я жду этого момента очень... Как воздух. Я тебе больше скажу. Сережа Баталев, если мне не изменяет память... Я думал Мезенцев, но продолжай. Или Кирилл с гитарой. Они мне предложили сделать дизайн в пиксель-арте новых стикеров. Но вот я говорю, так сделайте для телеграмм. Нет, только вот если будете печатные делать. Вот если мы распродадим эти печатные, чуваки, у вас появится гениальная возможность пиксель-артные стикеры у нас купить, а дизайнерское решение от Сережи Баталева, возможно. Я не помню точно от кого, вроде от него. Знаешь, надо пиксельное для одной аудитории и такое, знаешь, с крестами для хипстеров. Там будут такие кресты и где-нибудь наш логотип. И расческа такая, и бритва там, ну что-нибудь. Я понял, о чем ты, да, чтобы барбершоп. Вот это будет классно, вот это будет действительно классно. Поэтому быстрее распокупайте вот эти. У кого будет, представляешь, ты будешь с олдскульным стикером и с новым стикером. Это самые элитные люди, у которых два стикера будет. Еще у ВД Геймсной. Кстати, витрина у нас в паблике ВКонтакте. Да, она есть. Никита уже сказал. Можно посмотреть. Для Украины плюс 100 рублей доставка от тех цен, которые здесь сказаны. Ничего лишнего, только почта России. Да. Ну и можно переходить к следующим новостям дизайна. Ну, слушай, давай попробуем перейти. У нас Бибич классический. Да, у нас сегодня Бибич, Бобич. Essential Carl... Карл Клара украл Color Tools. Ух ты. Да, короче говоря. Бенефис. Бибич нам говорит. Помнишь, я бы длил на его кнопку? Что она у него суперпиксельная, беспонтовая, которая HomePage. А, ну-ну-ну. Он сделал 32 пикселя, на 32 пикселя Target PNG. Не, ну все-таки слушает. Это уже... Вот это уже не смешно. Я согласен. Возможно, вот тут он себя и выдал. Потому что... Знаешь, это, знаешь, сейчас выглядело, как сцена в бесславных ублюдках. Мы сидим, как бы мы с тобой два фрица, и он хоп и поменял кнопку, и мы такие... Опа! И настоящий фашист не меняет кнопки. Да. Это не пропаганда, просто мы прикалываемся. Ну и что? Да, здесь у него 283 на 281. Где его перфекционизм? Почему не квадрат? Почему 283 на 200, мать его, 81 пиксель? 280 fucking 1. Ну, следи, следи. Он смеет к следующему. Я надеюсь, да. Так вот, он нам говорит о том, как работать с цветом. Какие инструменты использовать для того, чтобы придумать цветовые палитры и так далее. Опять же, это тема, на которую мы говорили миллиард тысяч, миллионов раз. Но Бобич в этот раз добавил и еще более. Представляешь, он реально слушает и ржет, что он Бобич. Или Бюбич. Предложите свои варианты в комментариях, как можно еще... Просто это все фронтендер придумал. А! Это ж не я. Это он каждый раз изгаляется. Так что, возможно, сейчас он Бюбич напишет. Это уже, да, это уже немцы. Один из самых популярных вообще... Ну, как мы уже поняли по первой теме. Один из самых популярных элементов дизайна — это цвет. Так. То есть там формы всякие и так далее. И вот цвет. И точно так же и самым вообще могущественным инструментом в наборе дизайнера является цвет. Но, говорит, с ним сложно его вот на кончиках пальцев держать. Чтобы вот владеть цветом так же, как своим этим, нужно прям пройти огонь, воду и медные трубы. И давайте их вместе с Бобичем пройдем. Первое. Найдем inspiration. Вдохновение. Но первое, конечно же, в природе. Вы оглянитесь просто по сторонам. Цветовые палитры, они уже вас окружают. Возьмите, говорит, фотографию. А это именно так надо. Take a picture — это возьмите фотографию. Так, возьмите фотографию. Возьмите фотоаппарат, да. Фоткайте и извлеките палитру из этой картинки. Он, кстати, показывает потом дальше, какими приложениями это сделать. Прям вот уже наглядно. На Behance есть additional filters color. Можно прям по цвету отфильтровать и смотреть. Вот вы хотите там условный оттенок красного ближе к фиолетовому? Выбираете его и смотрите крайние тренды по поводу того, кто там. Керри-Ан Куммингс, Нитин Кумар какие-то. Я просто читаю со скриншота. Я не выдумываю. Я понимаю. Это мы пока ищем вдохновение с Бибичем. Да, кстати, смотри. На скриншоте Behance в правом верхнем углу его фото. Я заметил. Я заметил. Вот это вот, где он чуть-чуть в костюмчике все еще в своем. То же самое над Ряблом. Там можно прям, когда вы заходите в какой-то конкретный шот, там показано, какие цвета превалируют. Там нажать на этот цвет, он покажет вам. И есть точно так же dribble.com.colors, где можно выбрать цвет и посмотреть все шоты в этой цветовой гамме. Это круто. То есть реально. Это вот для большинства людей уже мы решили проблему. Но, если что, продолжаем дальше. Design Spiration. Вот такая вот сайтецкий. Такое веб-приложение, в котором ты выбираешь до пяти цветов. Можно вот. Он на скриншоте выбрал три, но можно выбрать до пяти. И будет куча-куча-куча фотографий из какой-то вот их библиотеки. Здесь не сказано из какой. Потому что в следующей это написано, что в Tine Eye, Tine Eye, простите. Tine это оттенок. Я думал, Tine это как 18-летний. Не, не Tine, а Tine. Так же, как олово. Так вот, Оловянный Glass Labs. Оловянный Glass Labs. Лаборатории. Вот они с Flickr используют фоточки. Но так же ты выбираешь до пяти цветов, и тебе с Flickr все фотки в этих цветах показывают. Кстати, вот именно CC4, Creative Commons, короче говоря, лицензию этих фоток, их можно просто сразу брать и использовать. У тебя есть цветовая гамма, тебе надо набрать фоток, и ты можешь прямо в HD их с Flickr скачать нормально. Ну, какие есть в HD. Какие в 97-м еще там выложили, и, конечно, еще в HD нет. Это самый быстрый способ вообще картинок найти. Теперь мы его секрет знаем, между прочим. Я вот когда это первый раз прочитал, вот про Flickr, про эту тулзу, я вспомнил статью Бибича, которую мы неделю назад обсуждали, я уже забыл там про чё, где он Adobe Experience Design сильно форсил опять. Ну-ну-ну. У него там как раз были картинки прям супер в гамму. И я теперь понял, где он их взял. Colorzilla. Это расширение, которое доступно для Google Chrome и Mozilla Firefox. Я зашел, кстати, прямо при вас зайду. Отвратительный у них сайт, colorzilla.com. Просто какой-то кусок говна. Желтая она с серым, непонятная с теньками. А что позволяет делать это расширение? Оно позволяет пипетить, насколько я понимаю. Так. Ну, а кроме... А, я просто могу с сайта пипетнуть в браузере? Вот, да. Ты pick color from page, как ты видишь. Color picker, copy to clipboard. Ну, короче говоря, да, оно тебе позволяет просто пипетить из сайта. Знаешь, я вот смотрю на эту подборку его Inspiration. Это просто оказывается некой подборкой сайтов, подборкой ресурсов. И некоторые наши коллеги, они даже целое видео записывают, вот когда подборка, знаешь, инструментов, и называют это еще громким словом. А у нас всего лишь бибич. Ну, слушай, куда нам до наших коллег? Где мы и где наши коллеги? Да. Поэтому, я считаю, мы так дальше в своей канаве должны сидеть здесь в говне. В бобичной. Да. Shutterstock Spectrum есть тоже у Shutterstock. Инструмент Spectrum. И он, естественно, предлагает вам купить фотографии в выбранной цветовой гамме. Ну, или если у вас есть супер подписка на Shutterstock, то просто скачать, потому что у вас там 10 тысяч фотографий оплачено. Да, и разумеется, я думаю, что у всех есть. Из наших подписчиков все полубоги, они пользуются Shutterstock'ом on daily basis, и у них все там subscription. Или оставляют ватермарки. Как мы, да. Я недавно был на ярмарке, у нас здесь в Челябинске локальная медовая ярмарка. Там декорации типа кора, деревья такие, картоном обклеенные, ватманом. И если присмотреться на Корея, прям ватермарк депозит фотос. Я орнул, когда это видел. А слушай, на медовой ярмарке можно было медовуху попить на халяву? Слушай, по-моему, там бухача не было вообще. А, то есть даже купить нельзя было? Ну, конечно. Там же дети ходят. Да и что, они что, сразу медовуху накинут? Конечно. С бородами. Детей знаешь, какие сейчас они? Им хлебом не кормить, да и сбить, и не медовуху припить. Они сразу срываются с поводков. А не с секирами ходили эти дети? С бородами, с секирами, да. И по Астериксу и Беликсу камни большие таскали просто, и нормально им было. Так вот, создаем теперь цветовые схемы. Мы вдохновение получили. Вдохновились в первом пункте. Блин, мы решили, что нам надо кеды вот эти вот в шашечку в черно-белую и оранжевый. Кстати, вот этот оранжевый был на какой-то из стандартных картинок Windows 8.1. Так вот, Material Design Color Tool. Уже у Google она есть. Мы берем, выбираем цвета, и он нам сразу показывает, как из этих цветов будет выглядеть интерфейс для мобильного приложения в стиле Material Design. Я вижу, это наглядно видно на скриншотах. Да, для лентяя самое то. Colors.co, мы делились этим инструментом на сайте. Можно здесь генерировать рандомом, можно как-то еще цветовые схемы. Заблокировать пару-тройку цветов, типа вот эти стопудово. И пробельщиком генерировать два других еще. Прям неплохо. Я люблю, когда вот одной кнопкой ты сидишь, вторая рука у тебя где-то ниже. Да, вот я люблю сайты с клавиатурным управлением. Да. Потому что они все одноручные. И однорукие, как бандиты. Да, можно дергать, как бандиты, просто пау, и у тебя хоп, выскочило, бинго. Это круто. Colors.co позволяет вам зааплодить картиночку. И оно вам тоже выплюнет цветовую гамму, почему бы и нет. Это круто. Я этим всем пробовал, пользовался. И если вот ты бы мне завтра в Телеграме написал, блин, Санька, какая цветовая гамма вот этой фотографии. И я вот именно этим сервисом бы и воспользовался. Про него я помню. AdobeColor.cc, то, что кулером раньше называлось. Помнишь, наверное, еще было. Это же мобильное приложение. Я помню, фоткал ноги свои в троллейбусе и делал за эту цветовую гамму. Как настоящий дизайнер. Так вот, там тоже можно свои фоточки загружать. Есть вот просто онлайн ресурс. Там, опять же, под ним зайдено. Ник написано. Я вижу, да. Кстати, чем хорош кулер? В данном случае, по сравнению с Colors.co, в кулере есть библиотека уже готовых палитр. И она реально крутая. Там видно рейтинги, голосования, просмотры, комментарии даже есть. А кто вот эти люди, которые занимаются этим? Это все Adobe Community. То есть, там надо именно под Adobe учеткой это оставлять. И там вот эти комментарии. Блин, коричневый здесь подкачал. Вот подобное. Блин, коричневый дерьмовый. Вот так даже пишут. Да, да. Наверное, так. Ну, естественно, Adobe Color CC интегрирован с Photoshop, Illustrator и другими CC-продуктами, типа InDesign. То есть, ты можешь прям сохранить себе... Палитру, которую ты сделал, да? Да, добавить либо свои палитры, либо фейвориты добавить чужие. И сразу в Photoshop иметь к ним доступ. Можно их прям по папкам там рассовывать, называть и так далее. Политон. Это тоже пользовался. Погоди, погоди. А вот этот вот кулер, он... Я должен платить деньги? Нет, он бесплатный. Но если у тебя есть платные приложения, то в нем ты его тоже можешь использовать. Но сама эта тулза бесплатная. Ладно. Я хотел страшное спросить. А если я... Ну, не я, а мой друг, например, скачал пиратский Photoshop. Будет ли это в связке там? Можно это... Мой друг говорит, что будет. Да? Он пробовал. Ну, все. Тогда ладно. Вот. Политон. Похож на Adobe Color CC, но у него в чем сила для лохов могила? То, что он монохромные цветовые гаммы делает. Ты суешь ему красный, и он из красного делает темно-светло. Этим я тоже пользовался как-то раз. С синим я так делал. А где нам это может пригодиться? Ну, вот, например, дизайн соцсети у тебя. И тебе надо с синими играть, чтобы с концентрацией и так далее. Ты делаешь монохромную синюю цветовую гамму, почему бы и нет. Зеленую для Free Code Camp. У них ничего кроме зеленого там нет. Ну, а зеленые там разные. Вот они могут зайти сюда и все. Для Free Code Camp или какого-нибудь башкирского сайта? Ну, для всех остальных башкирских татарских сайтов. Да. Там желтый и зеленый. Все, ты две делаешь монохромные. Ночью желтый, днем зеленый. Все. Я не знаю, почему именно так, но да. Допустим. Третье. Color Accessibility. После того, как мы уже вдохновились, инструментами все это выбрали, нам теперь надо проверить, а не получилось ли у нас говно. И для этого мы можем проверить контрастность. Есть WebAIM Color Contrast Checker. То есть мы по два цвета сравниваем, какой у них рейтинг контраста, и смотрим, проходит ли наша комбинация цветов эту проверку. В Coolers, опять же, который .co, есть проверка на Colorblindness. Я, кстати, не знаю, даже не знал, что такая есть, но вон он нам показывает, что мы делаем глазик, пишем Photonomaly, Photonomaly, и хоп, и мы видим цвета, как их видят дальтоники. И понимаем, насколько для них они вообще различаются. В данном случае зеленый становится темно-зеленым, а розовый становится коричневым. Ну, как бы, вполне себе различимые пять цветов. А синий вообще без изменений. Поэтому дальтоники здесь смогли бы, так сказать, воспользоваться. Представляешь? No offense, чуваки. Просто вот, да. Представляешь, если некоторые люди включат этот режим и поймут, что у них ничего не поменялось? Они, возможно, в тот момент поймут, что они гениальные дизайнеры. Или что они дальтоники? Ну, согласен, да. Они такие, ну, сейчас посмотрим. Опа. Опа. А как я права получил? Мое водительское удостоверение, это недействительно? No Coffee Vision Simulator – это расширение для хрома, которое нам позволяет любую страницу в интернете как раз вот сделать, типа, мы дальтоники, у нас периферильная хрень, глаукома и так далее. Разные заболевания можно симулировать, не дай бог. Слушай, слушай, знаешь, у меня сразу же такой вопрос возникает. Наверняка найдутся люди, которые скажут, но я гениальный дизайнер, и мне эти проверки машинные абсолютно никак не нужны. Ведь они не могут вот это передать человечности, так сказать. Не могут сказать, что человек почувствует. Они всего лишь какие-то вот эти очки, какие-то оценки дадут, которые сделаны компьютером. Ну, хочется таким людям сказать флаг вам в жопу и попутный ветерок. А мы переходим дальше. Конклужен, короче, и наше мнение. Блин, с цветом надо поаккуратнее, чуваки. Не, блин... Так же, как с инфекциями, передающимися половым путем. Во-первых, это. А во-вторых, Бибич начал писать статьи просто про инструменты, заметь. Раньше же были философские статьи. Это все была вирусная реклама Adobe, стопудово. Оно прям по центру, прям вот как по композиции, на самом пике, когда мы уже такие... И хоп, и ник, и доби. Все понятно. Color CC. У меня больше ничего после этой статьи не отложилось в голове. Так что он все правильно сделал. Тем более он кнопку поменял. Да, да. Слушает нас. Все. Боюсь, что следующая статья Бибича в нашем подкасте будет просто про... Как в Adobe круто. Adobe, Adobe, Adobe. Adobe, 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 Adobeшка. Ты мне вот говоришь следующее. Ты мне говоришь, все, а у тебя еще одна тема в дизайне. Ну, да, там такая тема, что все. Потому что я предложил нам фронтендер. Сэнкс за прошлый подкаст. Был очень интересный и актуальный. И да, мы подписчики. Тоже вас любим. Не помню, была ли эта темка в той или иной интерпретации. Подача, скорее всего, была. Но вот предложу. Промобилки, как вы любите. Думаешь, именно... Это он к тебе обращается. Я терпеть не могу про мобилки. Думаешь, он именно таким голосом пишет нам? А вдруг он басом из Сэнкс за прошлый подкаст? Как маньяк какой-нибудь. Альтернативы дропдауном. Слово такое нехорошее. Подпишите. Это тупой какой-то. Тупой фронтендер. Ну, давай дропдауна. И что там? Что там? Да, это единственная статья, которую мы рассмотрим из кучи его предложенной. Альтернативы дропдауна. Между прочим, с медиумом. Между прочим, автора, который написал эту статью, зовут так же, как одного из второстепенных героев Ведьмака. Золтан. Да, только в Ведьмаке он хивай, а тут Колин. Короче, альтернативы дропдауном для более лучших мобильных форм. И вот, говорит, казалось бы, используем дропдаун-меню и хрен бы с ним. И все прикольно. Они не занимают много места в UI, в нашем интерфейсе. Они автоматически валидируют input. Почему? Ну, потому что мы в дропдаун не можем ввести ничего, кроме тех, которые дропдауницы. Пунктов там 5, там 6, 7 штук. И все браузеры их поддерживают. То есть, ну, вот дропдаун — это select у нас в вебе. По-нашему select. Они легки, просты в имплементации, поэтому везде используются. Но несмотря на то, что они такие крутые, их очень часто неправильно используют. И вот на Люк в Роблевске он писал о том, что вот это прямо в самом последнем случае надо дропдаун использовать. Вообще прям вот фу-фу-фу. Давай, говорит, посмотрим. Именно мне он говорит. Санька, давай посмотрим, что это. Он в дропдауне, говорит. Есть же минусы очевидные. Первый из них — не все можно сразу видеть. Пока ты не открыл дропдаун, ты не знаешь 50 там элементов, 2 или 3. И если их там не 2 или 3, то есть тебе надо минимум одно действие сделать, чтобы, во-первых, узнать, сколько их. Во-вторых, увидеть их. И в-третьих, выбрать. То есть ты на один клик больше делаешь, и это тебя конфьюзит. Ты такой, выберите пол, ты такой думаешь, что сейчас изи выберу. Открываешь, а там 7 вариантов. Ну, в Европе так и есть. Но подожди, подожди. А какое тогда решение, может быть? Он все предлагает. Ты прямо сейчас... Хороший вопрос, Никита. Сейчас мы рассмотрим с тобой, какие варианты может быть. Кроме этого, да, во-первых, мульти-степ-процесс. То есть ты в несколько кликов будешь выбирать, вместо того, чтобы одним кликом выбрать сразу, что тебе надо. И еще, список в дропдауне, его никак нельзя иерархизировать. Просто тупо все элементы подряд. Ну, хорошо, в селектах можно делать ограничительные разделители такие, которые на группки элементы делят. Я даже делал такие, это даже и прикольно. Но, ну все равно, иерархичность такая себе. И ладно это. А как вот, например, быть с выбором страны? Все мы вот знаем эти дропдауны с выбором страны, где 10 250 стран используются, которые там из библиотеки какой-нибудь countries и JS приходят. И ничего не поделаешь, приходится скроллировать или на клавиатуре первую буковку писать, а это не всегда работает. Это, в общем, pain in DS. Ну, тогда скажите нам, как сделать, господин Золтан? Да, тем более он говорит на мобилах, прям вообще жопа. Вот этот весь дропдам. Как Саня будильник переводил в Америке. Не, ну это, дай бог, если он открылся у тебя нативным. Ну да, а еще не дай бог, вот именно... Ну, хотя сейчас селекты, они все уже нативные. Но, наверное, можно как-то изловчиться, чтобы сделать беспонтовый. Так вот, давайте посмотрим. В зависимости от того, какие у вас варианты, если, например, их два. Если их два, зачем использовать дропдаун, если это стопудовый чекбокс? Ну, это Золтан мог себе в задницу это засунуть. Теперь пусть он скажет, когда у нас 222. Ну, подожди, сейчас будет. Small number, если их, допустим, не два, а три или пять, мы можем их сделать просто как button group и выбирать female, male, other, rather not say. Он тут тоже про пол шутит, смотри-ка. Не одному мне в голову приходит это на бенефисе. For a large number, по тебе, можно сделать такой селект, который ты начинаешь вводить, и появляется предиктивный набор. Начинаешь писать. По-моему, очень изящно. Стратхольм? Погоди, вот А, например, а если я А введу первую, у меня сразу вывалится большой список. И я такой, А недостаточно, значит. Ну, да, ты придется вторую букву писать. А, З, Е, Р, О, Т. Ну, так я так сам, нет, я почему-то Азербайджан хотел. Ну, ладно. Подожди, значит, соответственно, он предлагает просто предиктивный набор добавить, правильно? Да. Это for a large number of well-specified options. Когда город, все знают города. То есть там нет такого, что ты будешь сидеть и думать, блин, а какой у меня город? А вот для таких, которые различные, абсолютно непонятные, лучше сделать радиогрупп, радиогрупп, в котором есть вариант other. И что? Я не знаю, по варианту other будет какое-то другое дерьмо всплывать или просто так other и останется? Вот, у меня тоже вопрос. А если я точно хочу? Вот он говорит, and then specify it in the next questions. Other, и там уже текст и input просто, input type текст, в котором ты вписываешь. Industry, banking, information technology, media and broadcasting, telecommunications. Пишешь other, пишешь porn industry. Окей. И все. Consider the expected, хотя это media and broadcasting, возможно. Casting, это я уже что-то на can't, на Британию шел немножко. Consider the expected input. Если, говорит, очевидно, опять же, что года. Вот нахрена их выбирать? Можно просто написать год и все. Чего, говорит, не сделать input type текст? Особенно zip код. Но это уже, конечно, такой надуманный пример. Никто не будет индексы все в список выводить у дропдауна. Хотя, может быть, кто-то где-то когда-то так и имплементировал, это смешно. Ну, опять же. Не, понимаешь, я что хотел сказать, пока ты. Конечно. Потому что с индексами можно вообще очень гениально и изящно поступать, если ты хочешь заморочиться. Например, человек уже ввел свой город, например, свой штат Аласка. Ему говорят, чувак. А, Fairbanks, он ввел, например, город. Ему говорят, чувак, у тебя вообще вот такие, такие есть zip коды. Ну, представь, вот в Челябинске почтовых отделений штук 25-30. Уже опять много вариантов тебе выпадет, поэтому... А Адер, я давай. Согласен, Адер он выручает даже в таких ситуациях. Кроме этого, он пишет... Я сына своего назову Адер. Ты будешь следовать, Саша, Никита или Адер. Вот, да, именно Саша и Никита. У меня будет два имени только. И фронтендер третий. Это как мэл фронтендер. Адер. Кроме этого, можно спаривать. Спаривать аббревиатуры и непосредственно штаты. Вот ты пишешь State, Калифорния, Колорадо, Коннектикут. И ты пишешь CA. И несмотря на то, что у тебя CA не вначале находится, он все равно тебе подскажет Калифорния в скобках CA. Вот такую хреновину делать. Я уверен, что есть тысячи миллиардов библиотек, которые это реализуют. Так, а так и так бы она была бы. Хоть CVD, хоть PC. Ну хорошо, Коннектикут, если ты пишешь CT, это уже не входит в слово Коннектикут. Но он тебе все равно покажет. Ну да. Потому что круто. Дальше. Currency. Опять же. Евро. Молдаванское лео. Молдаване, если вы нас слушаете, что вот за валюта? Просто интересно. Я понятно, что я могу загуглить. Лев, наверное. Молдаванский лев. Молдавский лев. Да. Слушай, они не в Евросоюзе? Они в Евросоюзе, может быть, но не в Евросоюзе. Вообще, какой нахрен? Это наши чуваки. Хотя, может, и не наши уже. Ну ладно. Напишите, кто из... А это, я опять же боюсь, это Молдавия или Молдова? Молдова, это они сами говорят, а по-русски говорят Молдавия. То есть, это как Белоруссия и Белоруссия. Я понял. Ну, со страной, опять же, Джорджия, Джермани. Здесь все предиктивно этот набор, он нам везде демонстрирует. Количество пассажиров. Зачем нам дропдаун? Джорджия — это штат, я знаю точно. Ну, вот здесь, я думаю, вряд ли его имели в виду. Минус, плюс. Делаешь увеличитель, уменьшитель, чтобы не в дропдауне не выбирать, сколько у тебя пассажиров. Так. Опять же. Для вариантов, которые конечный диапазон, у пассажиров ты можешь и весь самолет откупить, если ты Усманов. Тьфу на тебя, кстати. А если у тебя размер от такого-то до другого, например, с четвертого по одиннадцатый, это, видимо, женская обувь, потому что мужской-то там до двенадцатого, может быть, есть. Даже, может быть, до тринадцатого. Так. Хотя я помню, Санька одиннадцатый брал. Ну, одиннадцатый я тоже носил, но... Но есть, наверное, люди и больше вас. Да, конечно, конечно. Хотя казалось бы. Я восемь с половиной носил. Так. Спортивный. Можно просто вот рейндж слайдер сделать. Просто ты бегунок двигаешь от четырех до одиннадцати, выбираешь непосредственно, и все. Дата. Зачем дропдауны? Можно просто календарик, виджет календарика. Ну и вообще он говорит, давай, говорит, прям опять он мне говорит, давай, Санька, более умные дропдауны. Первый. Лейбл сделай. Выберите, пожалуйста, там. Или выберите из представленных, или как-то что-то еще. Если вы уже вынуждены использовать дропдауны, хотя бы сделайте их менее противными. Второе. Отсортируйте, чтобы элементы были хоть как-то по смыслу. Чтобы сначала все-таки был мэйл, фимейл, а потом уже все вот эти остальные варианты. Use Smart Defaults. Чтобы не был у вас прочерок к дефолтным вариантам, как это обычно бывает. А чтобы страна уже хотя бы от геопозиции пыталась выбраться уже там Russian Federation или Молдова. Decrease the number of fields. Ну это понятно, что не надо все показывать. В каком смысле? Если уже ввел зип-код, пусть компьютер проверит, что это за город, и город автозаполнится, например. То есть не наоборот. Ну хотя да, слушай, здесь же более точно. Когда ты ввел зип-код... Зип-код это пять цифр в Америке и шесть в НАСА. А город, все равно, ну если это не город Орел или Тулай, или Курск, то цифр точно будет меньше, чем буков. Так. Ну и говорят, используйте API какие-нибудь. Например, логинка под Фейсбуком. Сразу тебе не надо будет дропдаун, мейл или фимейл. Он у тебя с Фейсбука возьмет просто твой и все. Вот такие вот штуки. А дальше он здесь нам говорит еще о том, что rip-дропдаунс. Rip-дропдаунс, все, он хоронит их? Потому что Голден Кришна, я не шучу, Голден Кришна и Эрик Кэмпбелл, двое человек, они на SXSV дали такой доклад, что rip-дропдаунс, что все, не надо их больше использовать. Если хотите, можете посмотреть. Я просто понимаю, все эти статьи, они как бы к запаривающимся чувакам. То есть, понятно, что те, кто делают вот такие вот конские дропдауны из тысячи миллионов годов рождения... Для них отдельный котел. Это ленивые люди. То есть, это люди, которые не будут запариваться. Дропдаун, хрена, он им похрен. Они просто впилили и все, работает и не трогают. А те, кто запариваются, они, конечно, не будут делать такую колбасу, которую надо крутить на телефоне и вот это слушать. Сейчас мне прям показа, мне аж противно стало. То, что я тебе показал и тебе противно стало, это мы не будем обсуждать. Следующая тема уже из раздела «Светские новости». Увлекательная называется у меня в Slack'е. А у нас это будет сейчас. Надо сразу все статьи открыть, потому что нас дудосят. Главное, чтобы ты не на дудоню, а то нас дудосят. Сейчас бы вспомнить на память, что там увлекательное, если честно. Я тебя могу вспомнить. Давай. Лучший способ сэкономить студент путешествовал по Британии через Испанию, чтобы отдохнуть на пляже. Замечательная тема, отличная просто. Это то, что нужно для светских новостей. Сразу первой темой. 21-летний, как на память помню, я вот не открываю темы, точнее я ее открываю, но она грузится все еще. 21-летний студент, которому нужно было всего лишь из... Напомню, откуда? Из Нью-Касла в Лондон. Из Нью-Касла в Лондон, то есть по Англии получается совершить буквально трехчасовое турне на поезде. Он рассчитал, что будет дешевле залететь на самолете. Будет дешевле залететь. Да, в Испанию, там бухнуть, проехаться чуть-чуть, по-моему, на автобусе. Так. И чуть-чуть еще что-то где-то проехаться, и ты уже будешь, ну, это будет дольше, соответственно, и ты уже будешь в Лондоне. Вместо того, чтобы тупо сесть на поезд по Шелдону и доехать. Да, но по деньгам это одно и то же. То есть, он говорит, я, как такой крутой чувак, выбираю для себя путь через Испанию, бухнуть на побережье и потом очень классно добраться до Лондона. И это все будет практически дешевле, чем если я буду как дурак три часа ехать в поезде. Я здесь, вот, все эти статьи, он это все представляет у себя в Инстаграме. Делает фотографию, пишет, рассчитывает по долларам, или там по фунтам по своим, точнее. Даже коктейль посчитал. Да, что все включено, значит, и можно вот так классно попутешествовать, вместо того, чтобы три часа трястись в поезде. Но я, вот я, когда прочитал, у меня возникло некое сомнение, резонансное ему мнение, о том, что и тот, и другой вариант отличный, путешествие из Ньюкасла в Лондон, но, во-первых, те, кто не хочет тратить свое время, бизнес-люди, не которым 27 год, а все-таки чуваки, которые занимаются каким-то делом, и важно им время, они будут ехать все-таки трехчасовым поездом, это первое. Второе, даже не говоря о занятых людях, а о туристах, в том числе, я уверен, что поезда Англии славятся своим каким-то историческим таким колоритом, вот, и я бы даже и проехался на... Ты думаешь, они все еще паровозы, их вместо электровозов толкают? Ну, конечно, и ты представляешь, какие там, например, эти? Поля, луга? Да, хрест. И прям по Чаадаеву написал бы путешествие из Ньюкасла в Лондон? Да, я вообще, если честно, хотел сказать не про луга, а про обслуживающий персонал, в каких ходят, например, передничках. А в каких задничках они ходят-то, они интересуются? Ну, они без задничков ходят прям. Так. Вот. И вот это тоже, то есть, я не понимаю, я не совсем, не до конца понял, то есть, он, конечно же, разочек-то так разулю сделал, но будет ли он так на постоянке делать? Ну, слушай, вот он почему-то сравнивает теплое с мягким. Почему? Потому что в одном случае он едет поездом, а в другом летит самолетом. А сколько самолет прямой из Ньюкасла в Лондон стоит? Такой вот вопрос. Видимо, не летит из Ньюкасла в Лондон самолет. Хотя, опять же, если три часа на поезде, может быть, и действительно не летит самолет на такие короткие расстояния. Хотя это же Британия, у них все должно лететь там. Да, мне кажется, наоборот, они достаточно консервативны, чтобы из Ньюкасла в Лондон заставлять британцев же ездить своими поездами. Ну... Все может быть, мы хрен знаем. У меня, кстати, так и не загрузилась тема, пока я обсуждал, поэтому все нормально. Следующая тема – это шапочка из фольги. Я думаю, что она меня тоже не загрузится, я так скажу. Шапочка из фольги, насколько я помню. А, нет, там надо загрузить. Там очень сложно для меня будет повторить это просто так. Там тема от Дима Димы, предложенная нам. Тема про то, что новая технология, которая внедряется V3C-шниками, по-моему. V3C все-таки одобрил, то есть внедряли ее не только они, я тебя сейчас просто в Телеграме скину, да и все. Давай, там технология типа DRM, она как-то так называется. Да, DRM, смотри, все помнишь. Вот, и данная технология, она чем плоха и чем хороша. Значит, эту технологию хотят внедрить еще пока. V3C одобрил стандарт DRM для HTML5. И вот эти вот теги видео и аудио, которые есть в HTML5, теперь будут при помощи вот этой технологии, их можно будет, так сказать, контролировать извне вот этими вот ребятами, которые владеют правами на видео и аудио. Ну, короче, это такое шифрование, которое позволяет продавать и покупать. Пока ты не купил, ты не можешь прослушивать или просматривать какую-то хрень. То есть интернет перестает быть открытым. Да, и в этой статье, ты просто, по-моему, какие-то с Турции голых мужиков уже смотришь в видео, как они в аквариум падают. Так вот, вернемся к нашей теме. Видео и аудио станет подвластно уже людям с деньгами. А это чревато тем, что вот те самые законы Тима Бернса Ли, здесь пол статьи этому, кстати, посвящено, о том, что интернет становится просто коммерциализирован до нельзя. И сам Тим завещал нам делать не так, когда он создавал интернет своими вот этими руками мозолистыми. Было уже во флэше подобное. Кусок кода, черный ящик, который непонятно что делает, его можно было хоть как там зашифровать, закодировать, чтобы без денег ты это не посмотрел. Веб-эссембли, который готовится, это тоже будет, по сути дела, черный ящик, который работает сам по себе, и ты никак не можешь его обязать быть открытым, а там внутри ты можешь и денег просить, и чего угодно. Поэтому были всегда какие-то шаги в этом направлении, и ну да, DRM это достаточно скотское хреново. Но здесь есть, здесь есть на самом деле тема, что это можно как-то обойти. Я сейчас вот найду, я сейчас вот найду. А, обойти-то можно. Обойти защиту DRM несложно. Например, защиту White Vine в контенте Google вскрыли еще в 2010-м, но это не имеет значения. Закон дает правообладателю исключительно прибыльное право преследовать пользователей и конкурентов, которые пытаются обойти защиту, или использовать контент способом, непредусмотренным правообладателем. То есть собирать соседей и платно им включать альбом Lady Gaga. Да. Вот. Поэтому, ну как-то немножко странновато. Это все действительно хочется шапочку из фольги надеть. Самое тупое, что Тим Бернсли, о котором уже говорили, он возглавляет комитет, в котором можно подать апелляционную жалобу по этому поводу. Видимо, никто уже и не подаст особо. Все сдались, все подчинились этому всему. Обей. Да, хотя как будто бы он нахрен не знал, что вот это все происходит. А сам он что, пальцем-то не повел? Нет, я тоже не понимаю. Но не повел, судя по статье. Ну, может быть, он уже ничего не решает. Он просто как старик сидит там. Старец фура. Он только загадки загадывает и подсказки отдает. Например. Ну, бывает, бывает. Я думаю, что следующая тема, кстати говоря, твоя. Нет, там Китай заблокирует VPN для частных лиц. Да, Китай заблокирует действительно VPN для частных лиц. И это, знаешь, тема пересекается с недавними новостями о том, что мы с тобой обсуждали. О том, что хотят в России запретить пользоваться VPN-ками. Обходом блокировок всевозможным. Вот в Китае это уже спокойно запрещают. Причем физическим лицам. То есть, например, я как физическое лицо. Вот у меня лицо, оно физическое. Так. Оно еще и частное у тебя. Еще и частное, да. И я пытаюсь как-нибудь обойти. Но в Китае за это, за такое, практически доходит до отрубания рук. Но я, конечно, сейчас вру. Я сейчас вру. Ну, они хотят только с 1 февраля это сделать. Начать отрубать. Сейчас пока еще не доходит, да. Как ты считаешь, мы достигнем ли такой же свободы, как в Китае? Просто, понимаешь, мы, может быть, бы и достигли бы. Если бы у нас был Синьцзэньпинь? Хотя бы. Во-вторых, просто технические возможности очень сложные, трудные и так далее. Чтобы все это реализовать, у китайцев уже есть вот этот их великий китайский фаервол. Который позволяет им трафик распаковывать, смотреть, что за трафик. То есть не только куда, откуда он идет, а именно, ну, анализатор трафика. У нас даже этого нет. Ну, а какая проблема вслед за законом Яровой ввести и такой же фаервол для России? Ну, да сколько бы ни выделили денег, и все упрут и ни хрена не сделают, понимаешь? Так это же получается хорошо. Для нас. Типа хорошо. Для нас, как для молодых Тимов, Бернесов, Ли. Для молодых Тинов. Да, это типа хорошо. А вот для китайцев это хреново. Потому что у них-то, видимо, по Филу Шиллеру идут дальше. Начальники их там. Ну, боюсь, боюсь, конечно, представить, что там происходит. Хотя, кстати говоря, вот при всем, при том, что мы с тобой обсуждаем постоянно, что Китай, они достаточно жестоки в прайвесе, полисе у себя там. Внутри-то вроде как у них все достаточно свободно по сравнению, например. Все в сравнении же у нас познается. Например, с Северной Кореей. Ну, если с Северной Кореей сравнивать, то, в принципе, все хорошо у всех в мире. Ну, да. Да. Хотя вот Ким Чен Ын, я думаю, неплохо живет. Я уверен. Вот, поэтому, да. Следующая тема моя. И она называется «Важность Юзнета». А что такое Юзнет, кстати? Юзнет, это вот была такая хреновина еще до Арпанета, чтобы ты понимал. Юзнет сделали в 1979 году. Сделали ее именно для общения. Это типа как Мирка или как что? Все верно. Типа как Мирка, только там не был реал-тайм-чат, там были ньюс-группы. То есть есть... Форум? Как Reddit. Есть, да, под форумы по категориям. Сайбл, Сайенс, Комп Компьютерс. У них там были под категории и так далее. Называлось это все ньюс-группами. И там просто, ну, темки с сообщениями. Почти как онлайн-форум. Чтобы стать частью этого всего, нужно было скачать браузер специальный юзнетовский, который подсоединяется к юзнет-серверу. То есть там, ну, это был отдельный юзнет-сервер. И в чем прикол? Я почему вообще об этом решил поговорить в нашем подкасте? Во-первых, всегда, когда что-то нравится мне, я говорю кодовое слово, скорее всего, нашим подписчикам понравится. Да-да-да. Вот. Так вот, юзнет, скорее всего, понравится нашим подписчикам. Почему? Потому что до сих пор есть юзнет-сервера, до сих пор можно туда подключиться. И чтобы ты понимал, там всякое плохое все еще есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И в чем дело? Подключение по юзнет-серверу... Я вот плохо сейчас разбираюсь, и в этой статье этого нет. И я очень хочу, чтобы нам предложили в темках вот про юзнет поглубже. Потому что там чуть ли не даже без TCP IP это все работает. Прям вот ты в юзнет можешь пойти, если у тебя есть доступ в интернет, и никто об этом даже не узнает. Потому что на всех фаерволах, роутерах и так далее, и прочих сетевых экранах нигде не будет вообще фигурировать никак. Будут просто тупорылые пакеты куда-то идти, не пойми куда. Знаешь, я просто быстренько немножко отскочу буквально в сторону. Скажи. Вот, например, возьмем книги о Райле, и возьмем всякие наши старые книги, типа «Знаете ли вы какие-нибудь такие олдскульные книги?» Русские, например. Там, когда открываешь книгу, на первой странице написано, а вот у нас обозначение в книге есть. Вот это вот типа, здесь вот восклицательный знак, это значит, вы должны обратить внимание. А вот это, например, как в Райле, вот это вот следы там, которые ведут какие-нибудь собачьи следы, это значит, там, посмотрите, страница Панин. Ну вот такое, да? И у нас, слушай, в подкасте тоже есть вот такие блоки, которые из подкаста в подкаст скачуют. Вот здесь предложите, пожалуйста, уважаемые слушатели, предложите. Есть уважаемые слушатели, оставьте комментарии. Уважаемые слушатели, просто представьте. Просто представьте, есть, да. Да. Вот, и здесь эта тема, уважаемые слушатели, предложите, найдите для нас. Да, да, у нас постоянно есть такой блок небольшой. Кента Или Бонда Красного Ну хорошо, давай Статья говорит нам о важности Да, Статья говорит о том, что до реального интернета Юзнет профорсил вообще общение людей И во многом сформировал То, как мы общаемся в интернете Все, конец Классно А я уже хочу непосредственно от вас Чтобы вы предложили Про то, как Юзнет используется сейчас И вообще, вдруг Кому-то из вас кто-то не знал Но ему стало интересно, он пророет рогом Скажет, блин, нихрена Спасибо Саньке, он меня подтолкнул такое узнать Вот, кстати, вот отсюда я узнал Такое Но ты говоришь, что там продают все еще нехорошее Вообще нехорошее Там даже это раздают, а не продают Ешки матрешки Раздают даже? Так это я тогда пророю тебя к следующему подкасту Ну вот Я просто Где-то года 4 назад Я даже поставил себе клиент даже на макбук И даже туда ходил Чтобы нехорошее получать? Просто Одним глазком вдруг у меня посмотрел И все А теперь я уже утратил все эти знания Теперь мне лень уже это узнавать Теперь снова хочется посмотреть Просто я помню И раньше, возможно, я не до конца Дорыл там А сейчас вот Если вы мне дадите знания Ну, может быть, я и дарую Отлично Блин, слушай, от нехорошего к хорошему Переходим в следующую тему Давай Время уходит Говорит Доброго денечка На самом деле уже ночь, но тем не менее Вот такую тему предлагаю вам Не WordPress-ом единым Тема звучит так You can now use a dick pic as a password Why God? Why? Там, между прочим, дискуссия развернулась Такая Дискуссия развернулась Сейчас мы сначала скажем о теме А потом дискуссия Я не знаю, вообще нужна ли нам дискуссия Ты же достаточно живая Я это для наших слушателей, например, говорю Вдруг они захотят почитать Че ты только про себя да про себя Короче говоря Пацаны из Кэмсода Как-то уже, да, звучит Кэмсода Почти Камсода Да Так вот, пацаны из Кэмсода Из Кэмсода Короче, они Предложили технологию Давайте, говорит Как один из биометрических данных Которые вот используются, например При разблокировке телефона Например, отпечаток пальца Или, например Сетчатка глаза Которая используется в паспортах Да Давайте возьмем Некий Как за некий стандарт Возьмем изображение Вашего члена Вот Которая будет снята На вашу веб-камеру На вашу веб-камеру Или на Ну, на веб-камеру Нужно еще умудриться залезть На стол Да На вашу камеру Можно На фронтальную камеру Вашего телефона Можно, я знаю Потому что ты на Вьюзнете Смотрел эти фотографии Но Суть в том Что вот пацаны из Кэмсода Утверждают Что каждый член Да Так Я старался не смеяться Как в первом классе От этого слова Но не могу Отучиться все еще Многочлены Вот это все Вы помните Да, да Так вот Каждый Каждый половой орган Мужчины Имеет свои особенности Которые Как бы Неповторимы Тебе вот когда-нибудь Говорили такое У тебя неповторимый Половой орган Мужской Каждый день Говорил Так вот Каждый 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 Господа Каждый наш орган Имеет свои особенности Например Такие как венки Я опять же Стараюсь не смеяться Потому как Кэмсода На полном серьезе Делали исследования И Например вены Например Цвет Да У тебя вот Такой цвет А у меня другой А в Юзнете Какие там цвета Все цвета По бабе Ну и размер естественно У нас с тобой Примерно одинаковые Да Как бы Стремящиеся К нулю Вот Да Стремящиеся К бесконечности Вот А у бабича Например Такой И Значит Но Но У меня сразу же Много вопросов Как и в статье Собственно На Mashable.com У меня много вопросов К этой системе Например Я Действительно Сделаю такую защиту Сфотографирую Отправлю И например На Сбербанк Поставлю Чтобы как только Вот я сфотографировал Мне он разблокировался Да Например Сбербанк Дал доступ К моему счету Личному При помощи Фотографии Как ты считаешь А если вдруг В этот день Я получу Например Зарплату И Мой Так скажем Орган Который нужно будет Сфотографировать Примет другое Соотношение Сторон Ну ему будет Сильно нравиться А здесь как раз Надо нравящийся Отправлять То есть То есть Если я сижу На свидании Например И Да И у меня Вот такое А если Я не могу Слушай А если я не могу Привести В нравящееся состояние Не получишь доступ К приложению И не смогу Получается Например Заплатить За мобильную связь Да А если я При помощи Мобильной связи Могу себе Сделать Вот такое состояние Это Прям У тебя будет Пенис Шрёдингер Ты ничего не сможешь Снять А он у меня Такое есть Непонятно Так ладно Окей Это я понял Хорошо Есть ли какие-то В том числе Есть придирки Конечно же К эмсоде Например Все-таки Недоступность Вот этого органа По сравнению С пальцем И сетчаткой То есть Если это такие Уникальные Биометрические данные Зачем использовать Именно член Угу У меня нет ответа На этот вопрос Вот Видимо Они каким-то образом Решили Что это будет прикольно Как ты считаешь Можем ли мы Вот эту технологию Как-нибудь использовать Ну не в нашем подкасте А в нашем проекте Например При заходе на сайт Хочешь ли ты В нашей админке Получить много фотографий Слишком провокационный вопрос Ты мне его в юзнете Задай следующий раз Я тебе там искренне отвечу Ладно Идем дальше У нас следующая тема Следующая тема Является Биткоины Да Коля Ракета Он же Максим Нам предложил Тему Назвал ее так Очень поворотный момент Может произойти с биткоином Смотрите Смотрим И там он прикладывает фотографию Он видимо Да До этого Чтобы нам оставить комментарий Оставил фотографию Я предлагаю Кстати Вот сейчас Про криптовалюты Скажем И Сделать перерыв Уже Помутнение У меня рассудка происходит С первого августа Биткоин может разделиться На две или больше версий О ужас Время подтверждения транзакций В сети биткоин Постепенно увеличивается Почему? Потому что до хрена людей Сейчас делают Так Сложность растет Делают что, простите? Всякое Делают это Майнят Да Майнят биткоины И Сложность растет Эксперты считают Что все дело в наплыве участников Да ладно Долго думали Интересно или нет? Эксперты Да Диваны Сто пудово Все это может привести К печальным последствиям Ну например Биткоины Полученные после нарушения Работы сети Могут пропасть из кошелька Или стать иным типом Криптовалюты Форком В скобках Конечно не самостоятельно Представляешь самостоятельно Такой Абоминейшн Мутирует Который не будет принимать Продавцы И разного рода сервис Это уже будет Какой-нибудь там Биткоин классик Ха-ха классик Или что-нибудь еще Как с эфиром Да Но как только ситуацию Удастся разрешить Должным образом Все станет на свои места Время подтверждения Транзакции Станет прежним Вот только решению Проблемы несколько И сейчас все люди Должны договориться До 1 августа Что делать вообще Есть несколько вариантов Первый Биткоин Unlimited Второй Сегрегейтед Уэйтнес Так вот 21 июля будет представлен Уже скорее всего Был Сегодня 25 Новый протокол Сегуэйт 2x Который просит Перейти большинство Майнеров По этому протоколу По этому протоколу Чтоб ты понимал Подпись будет меньше Места занимать В транзакции И поэтому Размер блока Будет намного меньше Тут где-то сказано До скольки процентов До 47 процентов Если подпись Убрать оттуда Поэтому система Будет обрабатывать За единицу времени В 2 раза больше Транзакции Чем до перехода На новый протокол То есть Ну этого хватит С лихвой Еще на какое-то время Может быть До того времени Когда все биткоины Все-таки Вымайнят Потому что Биткоины Их конечное количество В отличии Например от эфира Насколько я помню Сейчас меня поправьте Майнеры Что касается Сегрегатит Уитнес Этот подход Поддержали Все крупнейшие Майнинговые Пулы из Китая Здесь же Как бы Не то чтобы В этой Рецешной группы Договариваться Тут конкретные Игроки договариваются Кто майнит Тот так сказать И договариваются Поэтому Все крупнейшие Поддержали И Ну я думаю Вот около 80% О которых говорят Что нужно Чтобы перешли 80% Все будет хорошо Вот наверное Именно эти 80% Эти пулы И составляют Потому что Китайцы С их пулами Асик битмайнеров Я думаю Уже прям Легенды о них Складываются Поэтому Ну кроме этого Сегрегатит Уитнес Увеличит и надежность Защиты систем Новый протокол Безопасность Будет обеспечиться При помощи метода Фрауд пруф Который особенно Актуален В отношении Так называемых Легких кошельков Ну короче Да Еще одно решение Это UASF Которое запускает В работу Сегрегатит Уитнес Но не Держателями узлов Точнее Держателями узлов А не майнерами Мне кажется Что майнеры В мире биткоинов Они уже Намного больше Вес имеют Чем все люди Которые там Начинали Это придумывали И так далее Поэтому Такой подход Такое решение Вряд ли будет реализовано Но Тем не менее Короче Если консенсус Удастся найти То ничего Никакого Раскола не произойдет Система будет работать В обычном режиме А если нет То биткоин Разделится на две части Ну и будет провал Потому что Непонятно Какую из них принимать Потому что биткоины Уже на полном серьезе Чуть ли не в Амазоне Можно иметь платить То есть Будущее наступило Ну Такое себе Будущее конечно Но походу Наступило И Вот говорят Что курс будет Очень волатильным Особенности Появится не 2 А 4 разновидности Этой криптовалюты Биткоин 148 Хорошо хоть не 1488 Ньюпов биткоин Так Ньюпов Это какое-то я видео Недавно видел Ньюпов Не В А W Не point of view А все-таки Proof of work Ну ладно Биткоин ABC И legacy биткоин Если это произойдет Биржи могут перестановить Все виды операций На неопределенное время Пока будут договариваться Думать И решать Что с ними делать Так вот Что касается Обычных майнеров То есть вас Уважаемые слушатели 1 августа За 12 часов до Нет Не запускайте Приемов платежей Никаких Все приостановите Затаите дыхание Так записали? Да За 12 часов до 1 августа По GMT 2 часа ночи Слушай Вот Я вот все Вот это вот Внимаю Информацию Которую ты Даешь Вот в этой вот Статье Да И мне кажется Что те кто майнеры Они достаточно умные люди Вот потому что Я во первых Ни хрена не понял А во вторых Те кто понимают Они наверное Что-то должны Там это Математики Какие-то великие Ну надо сам принцип Блокчейна Понять Для того чтобы Это понимать Потому что Любая криптовалюта Все равно вокруг него Сделана Но как мы поймем Из следующей статьи Вокруг него Делают разное То есть в биткоине Это просто транзакции А вот в эфире Там немножечко По-другому Используется блокчейн Там весь блокчейн Это эфириум Нетворк Эфириум виртуал машин Это обминейшн Это гигантский компьютер Который Все вот эти контракты Обрабатывает И ничего ты там Не можешь сделать То есть в принципе Блокчейн программирует А это отдельный вид Программирования Есть веб программирование Есть блокчейн программирование То есть это целый Гигантский раздел И опять же Здесь снова блок Слушатели Предложите нам тему Именно про блокчейн Вот не про криптовалюты А про так сказать Какие-то вот Программистские основы Будет очень интересно Это обсудить Если вам будет тоже интересно Ставьте лайк И предлагайте Потому что Вот мне хочется Вникнуть в этот вопрос Опять же Самому искать не хочется Потому что вдруг Вы уже гении Вникли И вы мне прям Вот нам выдадите Выжимку Которая вот Все точки И расставит Было бы очень круто Поэтому Ждем 1 августа Наш Следующий подкаст Будет как раз 31 или 1 Возможно Мы уже будем знать Че и как Да Знаешь Че я хочу сказать Ты сказал Обе темы И битки И эфир Нет конечно Ты че Я эфир Только сковырнул Потому что В эфире Нам предложил Эту тему Алексей Абрамов Возможно Это альтер эго Слава Абрамову Может быть Брат Может быть Да Браза Привет ребята Ну капсом Болдом Предлагаю Обсудить Недавний хак Кошелька Эйти Он причем Ссылку Приложил Но внутрь Ашки Ни одного Символа Не положил Поэтому Мне пришлось Отредактировать Его комментарий И дописать Слово Ссылка И там Я написал В скобках Примечания Администратора Администратора Это я Так вот Хакер Украл 31 миллионов Доллар Эфира Украл На 31 миллион Долларов Ё-моё Как же это Произошло И что это означает Для эфира В принципе Здесь крутая Картинка Реально Какой-то чувак В капюшоне Коды какие-то Чо-то Чо-кого Интересно Новость От 21 июля И речь идет Про вчера То есть Про 20 июля Свежак Да Достаточно Свежак Около 12 часов По Pacific Standard Time Неизвестный Атакер Атакующий Нашел Супер Дырень Вообще В Мульти Подписочных Кошельках В Эфириум Нетворке Угнал Три Таких Кошелька На 31 Миллион Долларов Так это значит Он Обчистил Каких-то Богатеньких Буратин Ну да Три кошелька На 31 Миллион Это Ну да Видимо Есть такие люди Которые В эфире Прямо Реально Бабки А я думаю Куда Мой эфир Делся Вот Ты Один Из этих Чуваков Да А этим Мальчиком Был Эльберт Энштейн Здесь Нужно Сразу Сказать Что такое Мульти Сигначер Кошелек Когда ты Создаешь В эфире Кошелек Ты его Кодируешь Пассвордом Каким-то И После этого Генерируется Твой Праймари Этот Прайвит Ключ Так вот Мультсигначер Это когда Несколько Таких делаешь Генерируешь Ключей То есть Условно Себе Маме И папе И у вас Один общий Эфирный А так я Себе Маме И папе Сделал Как раз Три Вот Нет Три подписи У одного Кошелька Так что Вот Твой Один Из тех И Какие-то Еще Две Семьи Пострадали Ну Ладно Вот Кроме Этого Хакер Мог Еще 180 Миллионов Угнать Видимо 31 Плюс 180 211 Миллионов Долларов Хранилось Именно В мульте Вот Этих Подписочных Кошельках Боюсь Узнать Сколько Еще Хранилось В Обычных Мне Вообще Страшно Слышать Эти Цифры И мне Теперь Интересно Нашли Ли Эти Бабки Из Хакера И Вообще Как Это Скать Нашли Они На тех Кошельках Остались Там Шутка В том Что Он Просто Овнера Сменил Кошельков На Себя Да И Все Но Опять же Там Это Анонимно То есть Не на Себя Петь Его Ново С Почтой А на Нагибатор 666 Пьотер 85 А Именно Просто Кроме Самого Адреса Ничего Не Хранится В эфирах Кошельке И Он Просто Сказал Что Вот Этот Адрес Теперь Мой И Все И Никто Не Знает Чей Он Теперь По Факту Это Все Тот же Адрес С Большим Количеством Бобосов Блин Но Изначальный Чувак По своему Правит Ключу И По своим Трем Вот Этим Ключам Мама Папа И Себя Не Может Просто Получить Доступ А Чувак Сделал Что Он Своим Может Получить Вот И Все Самое Интересное Это То Что Они Бы Получили Еще 180 Миллионов Если Бы Есть Такая Группа Называется Parity Group Это Разработчики Эфира Есть Ethereum Community Непосредственно Само Community А Есть Parity Group Которая Видимо Хакнули Все остальные Кошельки Быстрее Того Чувака Чтобы Тот Не Успел Хакнуть Отлично И Уже Потом Они Спокойненько Когда Риск Минал Они Раздали Бабки Обратно Представьте Крутые Чуваки 150 Миллионов Примерно Раздали Обратно Трудящимся Интересно Сами Вот эти Разработчики Эфира Они Вообще Насколько Богаты Или Они Просто За идею Это делают То есть По идее Они же Понимают все алгоритмы И им Ничего не стоит Сделать себя Мультимиллионерами Ну да Но понимаешь Вот на данный момент Я до сих пор Коряво понимаю Что это значит Вот эфириум Он тоже находится В пов стадии Proof of work И в какой-то момент Когда Вот почему-то Все говорят Про конец 2017 года Когда его Домайнят Окончательно Будет ПОС Proof of state По-моему Ё-майо И тогда его Уже нельзя будет Майнить видеокартами Что Почему Какого хрена Я не понимаю Я прям Читаю эти статьи Про это И я не могу Это понять Да Ну Вот по какой-то причине Может быть нам подскажут Вот я все жду Я прям хочу В этом разобраться Мне удочка нужна Мне не рыба Нужна удочка Потому что Те удочки Которые я А рыбу Намайним уже Да Рыбу уже Намайним Она уже попадет К нам На видеокарточный Крючок Куда ядра Так вот И это Экстраординарная Действительно История И вот Ну Чуваки Здесь Статья на Три куска Поделена Первая О том Вообще Что такое Эфир Сейчас У него А он на втором месте По валютам То есть На первом месте Биткоин А на втором Эфир Капитализация Эфира 20 миллиардов То есть Вот Можно Грубо говоря Хранить Деньги В акциях Эфира Этериум Так Не в самом Эфире А в акциях Эфира То есть Можно На бирже Оно торгуется Отдельно И Немножечко Он как бы Похож на Биткоин Ну так сказать Наследник Все равно Тот же блокчейн И так далее Но Эфириум Это намного Более Пауэфул Вещь Потому что Это все Большой Компьютер Как я Уже Об этом Сказал И Это Это Завораживает Это страшно Здесь есть График Как Росэфириум Что он В марте 2017 Года Ну вот До Июня Пробил Головой 400 долларов За один Эфир Ну и Сейчас он Упал В июле Там до 180 До 160 Сейчас растет Обратно Сейчас уже Опять 200 С х С хреном И Вот это Эфириум Virtual Machine Вот там Есть Smart Contracts Короче Я сам К сожалению Не вник Здесь есть Прямо Конкретно По программированию Но суть в том Что У них Некоторые Методы Типа InitWallet Просто Инициализировать Кошелек И метод InitMultiOwned Мульти Мульти Кошелек Они не были Private Не были Помечены Просто Как внутренние Методы И Чуваки Смогли Их Использовать Эти методы Просто В собственных Контрактах И они взяли И переинициализировали Чужие кошельки Еще у них Есть Был Delegate Call Это такой метод Как Eval Это Очень Вот Например В PHP По умолчанию Он отключен Почему Это небезопасно Ты в Eval Можешь передать Любую функцию И он Выполнится У тебя На серваке То есть Условно Ты хакнул WordPress Ты получил Доступ В админку И ты можешь В шаблон Допустим Functions PHP Который загружается При любой Инициализации Темы Ты можешь Вписать Eval Какой-нибудь Злоумышленный Код Типа удалить Папку Root VVV И так далее И PHP Если он на хостинге У вас Не защищен Никак Не выключена Гавочка Eval Отменить Он у вас Все выпилит Все То есть Взломав WordPress Чувак Взламывает Весь ваш Веб-сервер Хотя По факту Это Ну Не так То есть Если бы У вас Было защищено То Ничего Кроме Самого WordPress Злоумышленник Не порушил И вот Тут В коде Эфира Два Метода Инициализации Кошельков Не были помечены Как внутренние И Delegate Call Был открыт То есть Можно было Вызывать Любой Собственный Метод При Работе С другими И все Казалось бы Почему Так Глупо То есть Кто-то Напишет Блин Они же Типа Умные Чуваки Почему Они Такие Тупые По тебе Умные Чуваки Должны Быть Вот Все мы Допускаем Ошибки Все Программисты И Программисты Которые Делали Эфир Они тоже Допустили Эту Ошибку И Просто Нужно Понимать Что в Блокчейн Программирование Когда ты Запустил Какой-то Код Он уже У всех Есть Особенно В эфире Каждый Компьютер Это кусок Этого Большого Компьютера Этот код Уже Есть У всех Ты не можешь Просто Блин Блин Откачусь Сейчас Уже Не Откатишься Это Ушло Птичка Вылетела Из клетки Эфир Не воробей Вылетит Не поймаешь Вот эти Ужасные Пословицы Майнеров Страшные Да Поэтому Остается Только Посочувствовать Понять Что Программирование На блокчейне Еще молодо Ну нет Еще Такого Инструментария Чтобы Что-то Откатить Что-то Сделать И как-то Да Поэтому Понять И простить Могут Возникнуть Вот такие Вот сложности И Здесь есть Топ Хайлайт В этой Статье Что Обвинять В ошибках Каких-то Конкретных Людей Бесполезно Потому что Все программисты Не важно Насколько Они опытные Допустируют Допускают Эти ошибки Допустируют Допустируют Наша сила Это же И наша Слабость И вот блокчейн Весь такой Сильный Выполняется Сразу Везде Но и в этом И слабость Потому что Сразу Вот Да Поэтому Предлагайте нам Предлагайте Про это Все Про эту хрень Про эту хрень Да Хочется в ней Разобраться Хочется прям На равных С вами С майнерами Разговаривать Прям вот В пивной Когда говорят Слушай Вот эфир Классик Вот форк Хороший Интересный А ты такой Эээ Бэээ И не понимаешь Какого хрена А надо бы Понимать Потому что Эфир It Powerful Супер Девелопер Комьюнити Я думаю Сейчас передохнем А потом продолжим Да Надо передыхать А потом продолжать Мы я думаю Кофейку бахнем Даже в этот перерыв Возможно Следующие темы Которые у нас Находятся В светских новостях Они Располагаются Как бы Дуплетом Вот например Немцы Называются У меня тема И тема Достаточно Интересная Для нас с тобой Как пользователей Такого сервиса Как Саундклауд Угу На гектаемся Появилась новость О том Что Саундклауд Под угрозой Закрытия А я вам напомню Что Саундклауд Это сервис Для Как сказать Для хранения И распространения Музыки Для цифровой Дистрибьюции Я бы даже сказал Точно Лучше и придумать Не сказать Так вот Добровольцы Собираются Создать Архивную Копию Всех Файлов Этого Сервиса Потому Как Под угрозой Все Саундклауд Практически Закрывается Кто не знает Саундклауд Это все Таки Компания Не просто Америкосов Каких-нибудь Бездушных А это Бездушных Немцев Компания Душевных Душевнобольных И Значит Тем не менее При всем При том Что это Очень Популярный Сервис Пацаны Не могут Монетизироваться Нормально Не так Как Спотифай Например Не могут Монетизироваться Соответственно Офисы Которые Очень дорого Содержать Особенно В Европе Закрываются Но Только Закрытия Офисов Мало Потому Как Саундклауд Даже Видимо И сервера Не окупает В том числе И работу Персонала Что мы Дальше посмотрим В следующей теме В том числе Любые затраты Которые связаны С этим сервисом Ударяют По карману Абсолютно Незарабатывающих Видимо Людей На этом На Саундклауде Конкретно Видимо Вот те самые Сервисы Подписки Или точнее Вот этот вот Аккаунт Про Который есть На Саундклауде Он Бабло Не приносит Особо Хотя Казалось бы Ну Подписочная Модель Да Короче говоря Нет Про Это не Подписочная Модель Это же Для Самих Продюсеров Для Продюсеров Для Продюсеров Я вам не буду говорить Я вам только скажу О масштабах Музыки Которая весит Около Одного Петабайта И то И то Пацаны из Амазона Из АВС Серваков Короче говоря Они говорят Что нихрена Там даже не один Петабайт Там 100 Комузла Многие Добровольно Согласились Помочь Как бы Саундклауду Тем что Сохранят у себя Архивы Потому что Все таки много Фанатов Этого сервиса Вот Хотят сделать Такую Некую Архивную Копию Саундклауда Но И это Обосраться Что Будет стоить Даже если Они Каждый Заплатит Там За какой-то Небольшой Кусочек АВС Где-нибудь Там на серваках Положат у Амазона Все равно Будет очень дорого Конечно Это же Добровольцам Придется За свой счет Делать Короче говоря Посмотрим Что будет Саундклаудом Не хотелось бы Потому что Я другого Такого сервиса Не знаю Где можно было Вот так просто Зайти И послушать Даже пусть Многие Артисты Будем их так называть Выкладывают Музыку превью Своей превьюшки 15 секунд Треки Да Условно Но ты Хотя бы Можешь Так сказать О новинках Узнавать Из вот этой Ленты Новостей Ну да Вышла превьюшка Я могу пойти И купить ее Полный трек Там на iTunes Или где-то Вот А так Даже И никаких Вот этих Новостей Не будет Музыкальных Понимаешь А я Не говорю Про бесплатные Треки Диджеев Которые Вообще Можно Слушать И услушиваться И упарываться И без проблем На саундклауде Найти Можно Столько Музыки Ну я согласен Что для определенной Категории Продюсеров Саундклауд Ленты Это вообще Был их способ Связи с людьми То есть они Полностью через нее Коммуницировались Выкладывали Свои релизы И я думаю Многие начинали Просто с саундклауда Они пытались Там как-то Продвинуться И так далее Но вообще Руководство пишет Что Саундклауд Is here to stay Что Несмотря на сокращения И Какие-то изменения Они все равно Хотят остаться Сильной И Независимой Компанией Но другие люди Пишут Да Скорее всего Но другие люди Пишут Что Может быть Даже Саундклауд Пойдет на то Чтобы продаться Ну полностью Продать Как компанию Я был бы не против Если бы не продались Каким-нибудь Интересному Такому игроку На рынке Типа Твиттера Например Ну И главное Чтобы Я выказывал Твиттер Желание Купить Саундклауд Главное Чтобы Твиттер Не сделал Саундклаудом Ничего плохого Как например Со своими там Сервисами Которые просто Отмерли Типа Видеосервис Вайн Да Например Вайн Он технически Все еще функционирует По сути Это был стартап Выкупленный Твиттером И просто Загнувшийся В корне Ну как-то да С инстаграмом Все равно Конкурировать Не удалось Хотя еще раз говорю Вайн есть И даже количество Вайн просмотров Отображается у меня В твиттер профиле Потому что я туда Вайн подцепил Ну-ну-ну Мне это конечно Никак не помогло Как собственно и Вайн Вайну это не помогло Развалиться По крайней мере Он же не развалился По-моему они больше Не поддерживают его Ну-ка Я вот точно не помню Мне кажется у нас Была новость такая даже Нет Понятно что приложение У тебя работает Ну нет Так у меня оно не установлено Я хотя бы просто посмотрю Как давно оно обновлялось Ты пока веди дальше подкаст А я веду дальше подкаст Собственно продолжая В русле этого Саундклауда Всего и говорить Есть тема От фронтендера Которая С Вайсера Нам прислана История Одного программиста Который Устроился В Саундклауд За день до того Как начались сокращения Представляешь Чувак По-моему британец Если я не ошибаюсь Точнее шотландец Я его сейчас обидел Ну он как бы британец Но я думаю Ничего общего Не хочет иметь Да и значит Переехал в Германию Чтобы работать На Саундклауде За день до того Как начались сокращения Реально То есть там уволили 172 Человека И он попал Под это сокращение Понимаешь То есть его только Только взяли Оп И все И хоп И сразу три оклада Выплатили Да Все по закону Но я думаю Что не знаю Что ему там Выплатили Если честно Короче Все в смятении Он сказал Что Да конечно Мне говорит Это не нравится Я немного Паною тут в статье Но Пишет Что даже за день Он прочувствовал Что в первый день Ему дали пакет С корпоративными подарками То есть Здесь он описывает Нам Очень дружный Такой коллектив Саундклауда Что здесь Очень классные Пацаны работают Как обычно Там кофе Хренофе А в подарке Кстати говоря Вот Представляешь Была футболка Бутылка Для воды И наушники Даже наушники давят Ну кстати Саундклауд Конечно же наушники Да Я вот просто Представил Что там наушники Какие в аэропортах Дают За 150 рублей Да Там даже 150 Я бы за них не дал А может быть Они из-за этого И развалились Из-за того Что они из Наушники давят На подарках Развели Вот Всячески Он хвалит Конечно же Комфорт И благоустройство Офиса Саундклаудского И вообще В принципе То есть Такая работа Ему хотелось Здесь работать И хотелось Быть в этом коллективе Но К сожалению Из-за вот такой Вот странной ситуации Которая возникла С Саундклаудом И то что там нет Баблинского И вообще До свидосик Мониторизационная модель Хромает Кстати Подскажите В комментариях Мониторизационную модель До Саундклауда Кто у нас здесь Диванный эксперт Диванные маркетологи Ты имеешь Что-то знаменитый Да А мы пойдем дальше К следующему Так сказать Дуплету наших Новостей Пейнт Может Больше Не париться С BBC Открываю Открывай Да С BBC Любители Платно-графический Редактор Такого Лоу-костер Такой Легенький Такой Простенький И без особого Функционала Все еще останется Но он будет Просто называться По-другому Он будет Как называться Ты сказал? Пейнт 3D Он уже В Microsoft Creators Update Или как-то там Ну оно Anniversary Creators Update Как-то так называется Он уже Build 1703 Если угодно Он уже вышел Я на работе Уже себе поставил Дома уже Вообще давно Поставил И там уже Действительно Пейнт 3D Но по-прежнему Через Пуск выполнить MS Paint Запускается Вообще Изи Ну и как бы Там Вообще Из-за чего Сыр-бор Я там приложил Вторую ссылку Которая у тебя Дуплетом идет Что Microsoft Написала Какие фичи Уберут В Fall Creators Update Для всех Оно выйдет осенью Так Почему мне прилетело Не знаю Хотя я уже Отписался От всех этих Бета Ты же супер Бета Пацан Но я Отписался Вообще Но Правильнее Видишь Прочитать Что Will be available Through the Windows Store То есть В Windows Магазине Он все еще По-прежнему Будет Просто Понимаешь В чем дело Вот ты говоришь Paint 3D А здесь написано Что многие функции Такие как например 3D Builder App Будет удален Правильно я понимаю Или я неправильно понимаю Что в Paint 3D Нельзя будет В 3D рисовать Давай так Paint 3D И 3D Builder Это две разные Хренови 3D Builder Это Супер Мега Кастрированный 3D Max Ага От Microsoft Да Он по умолчанию Оставился в билдах 1597 Или какой он там был 1607 Или 1503 Два предыдущих А там он был По умолчанию Он меня дико бесил Я его удалял Вот теперь его не будет В 1703 Так Почему Ну потому что Есть приложение Print 3D И Paint 3D То есть это О разных вещах речь А Paint 3D Он по умолчанию Оставился У него картинка Шарик такой воздушный И там вот по умолчанию Вот для чего все Используют Paint Для того чтобы Скриншоты делать Или Например Граффити нарисовать Ну это Это первое Да Второе скриншот Ага Так вот В Paint 3D Нельзя делать скриншоты Ну замечательно Наконец-то Поэтому Вот я MS Paint Если надо Я верну сразу Вообще Почему Потому что Вот допустим Ты-то Никита И не знал А вот Начиная с семерки Была такая хрень Просмотр изображений Windows Знаешь Классическое Вот это хреновина В которой Снизу кнопка Влево-вправо Можно листать Переворачивать И так далее И удалять Ага Вот это Оснастка Я бы это назвал Так вот В десятке Ее нет по умолчанию Там есть новое приложение Фотографии Так Оно такое С черными полями С черным фоном У него там еще много Всяких возможностей Типа фильтры И так далее Почти как приложение Фотографии На iOS Ты вот им как Пользуешься Чем ты Жпешки Смотришь Ну Дефолтным Приложением На Windows Вот оно у тебя есть Да Ну конечно Вот Сейчас его нет По умолчанию И чтобы его вернуть Я каждый раз Скачиваю Рег файл Который Правит реестр Такого Экзешника нет Чтоб ты понимал Это запускается Из DLL Так Отлично И вот для этого Надо именно Реестровый файл Вернуть вот этот Стандартный просмотр Фотографии Windows Потому что у меня тоже Приложение фотографии Оно бесит И вот просмотр Фотографии Windows Возвращается Просто Ну правкой реестра Вот я думаю Что MS Paint Можно будет Либо так вернуть Либо вот как они написали Из Windows Store Поставить Я это обязательно сделаю Потому что я вот Через него делаю скриншоты А ты вот не помнишь Из своей практики OneDrive Может сохранить скриншоты Автоматически OneDrive Не помню Яндекс Диск Точно может Дропбокс Точно может А вот Ну я к тому что Почему бы не сделать Прям Windows Уже внедренную Такой скриншоттер Некий Слушай Вот я как делаю Alt Print Screen Да Это сфотографировать Всю хрень Ну Наверняка Какой-нибудь Ctrl Shift Alt Print Screen Будет просто В мои документы Изображение сохранять Я просто не знаю Напишите нам В комментариях Если это так Мне кажется Что да Но я все равно По привычке делаю Это все через Paint И Old School Old School Разработка У нас есть такой раздел Вы наверное забыли А он есть И он достаточно интересен Нашим слушателям Как хардкорный раздел Да В нынешнем подкасте Он будет не хардкорный У нас хардкорные Светские новости В этот раз получились Согласен С биткоинами И всем остальным Но нужно сказать о том Что есть у нас Uwebdesign.ru Слэш смарт-тейп Ё-моё Чё делаем Если вы суперразработчик То вы непременно Этот хостинг Должны использовать А еще потому Что у нас с ними Соглашения Если вы их используете Через нашу ссылку То нам капнет Денюжка Капнет Да Терпеть не могу Когда деньги Называют денюжка Ну циферками Пошурухим Мой инструктор По вождению Это всегда Когда я ему плачу Говорит Ну давай денюжку Я прям Вот мне это отвратительно А мне сразу Представляется Что я ему измариваю Одну просто Вот эту хрену Ему даю И все Одну монетку Да Он ее бьет И увеличивается Как от гриба Сразу от нее Да В общем Смарт-тейп Обязательно Попробуйте Там все Супер круто Просто лучший хостинг Все варианты Я вам рекомендую Если вы хотите детально ознакомиться Зайдите на YouWebDesign.ru Слэш Смарт-тейп Там вы получите И ссылку реферальную В том числе И описание Хостинга Вот Просто Зачитайте Зачитните И Возможно Вы решите В правильном Так скажем Примите решение В правильном направлении Для вас По поводу Хостинга Да Согласен Поэтому Переходим дальше Непосредственно Темам Из разработки И Спок Сан Офсарик Нам комментирует Ты сказал Вот как прикрутить Плавные переходы Между страницами Может кому пригодится Хотя Статье почти год Все еще не особо Используется практика Одностраничных сайтов Странно На самом деле Нам К 133 Или 134 Или к обоим Выпускам Предлагали дохрена Тем о том Как сайты превратить В PVA То есть в клей Вот Да Progressive Web Application И Собственно Нет Вот здесь Робокролик Предложил Там целых 4 темки Так смешно С такими никами Люди Ну взрослые же люди Но робокролик Ну по-моему Нормальный Взрослый такой ник Over Cactus Нам тоже предложил Про PVA Статью Я их все открывал Как вы видите Читал Смотрел Но не в этом подкасте Царясики Так вот PVA Это один из способов Второй Просто вот Послушать Луиджи Деросу Из Смешин Магазайн Просто Луиджи Это же брат Марио Брат Марио Он сначала И пошел статью писать Потому что Что еще это делать Так Он рассказал о том Что это круто Что вот мы В интернете Да Находимся А не используем Точнее это не круто Царясики Не используем практики Из мобильных приложений Когда переходы Между страницами Они такие аккуратные Анимированные И красивые Мы У нас нету Вот этих рывков Когда вот мы Нажали на ссылку И ждем Три секунды Пока Просто в пустой экран Ждем Пока у нас сверху Там обновится страница Что-то куда-то Продвинется И так далее И Надо Нам Нам Классная пауза Мне понравилась Это я зеваю Да Био-пауза Практически Нам надо Разорвать этот Порочный круг И использовать Что-то другое Вот здесь Он говорит SPA frameworks И мы сразу Видим Что статья год Потому что Он предлагает Angular Backbone И Ember Казалось бы Сейчас бы Он нам предложил Angular React И Vue.js Раньше Говорит Мы как делали ADD Event Listener Когда загрузился DOM Content Или Before Unload Но Но Концепт Конечно простой Анимацию Одну Вводим Ну когда DOM Content Loaded Animate In Animate Out Когда Before Unload Но Мы Говорит Никогда Не знаем Как долго Будет Грузиться Допустим У нас Анимация Заложена На полторы Секунды А если Будет Контент Грузиться 10 секунд Ну вдруг Какие-то Проблемы С соединением У нас Анимация Полутора Секунды На 10 Секун Так Растянется Это нехорошо Хороший способ Это использовать PushState Ajax PushState Новая HTML5 Технология Ajax Это ты сильно Выдал Сейчас Царясики Ну так Ajax В народе Известный Так вот PushState Это такая Хреновина Которая Позволяет нам Править History Браузерную И подгружать Страницу Как будто Ее не Обновляя Вообще Поэтому First Step На Клик ADD Event Listener Делаем Чтобы Менял Parent Note И Убирал Стандартное Поведение E-prevent Default Все чем Мы уже Тысячу раз Копировали Делали Чтобы По ссылкам Происходил Допустим Не переход По клику На ссылку А отправка Формы Например Если нам Надо Не submit Button А именно По ссылке Это сделать Это стандартно Убираем Поведение Fetch The Page Мы как раз С помощью Fetch API Нового Берем И страницу По конкретной ссылке Уже подгружаем Когда мы ее подгружаем Мы ее храним В response Переменной Допустим Мы ее подгрузили Именно из REST API В JSON Варианте Мы с помощью PushState Меняем Current URL Не обновляя Страницу Опять же E-prevent Default History PushState 00 И L-ref На ту ссылку Которая нас интересует Но в браузере Она изменится сразу Та же ссылка Которую мы уже Загрузили Есть два События PopState И И Ну да PushState И PopState На PopState И мы в обратную сторону Просто возвращаем И все Если как будто бы Мы нажали кнопку назад Так вот Если говорит Мы берем И смотрим Smashing Magazine Наш У нас структура такая Header Main Footer И в Main Есть Diff С классом CC Так вот CC Это Видимо ChangeContent Как-то так Потому что ChangePage Функция Меняет В CC Внутри CC Все И она просто Убирает тот контент Который был до этого Подгружает новый Уже с анимациями Непосредственно Ну анимация у нас На следующем шаге Здесь происходит Old Content Анимейт Анимейт Опасити 1.0 С 1 до 0 А потом с 0 до 1 Анимируем новый контент И все Он финиш У нас Старый контент Мы удаляем По факту Из-за HTML Чтобы он там Не болтался Он на гитхабе Выложил этот код Луиджи Но кроме этого Он говорит А Йоши интересно Выложил что-нибудь Ну знаешь Йоши есть Противник по-моему Марио Или как его Боузер Боузер Это именно чувак Который динозавр Погоди-погоди Это же Или сейчас Я тебе скажу Что такое Йоши Йоши это этот Динозаврик Да Почему не Боузер Или Доузер А я не знаю Боузер загугли Ну-ка Или Дозер Я прям сам загуглю Марио Дозер Ань Это злодей А загугли Йоши Ты сейчас увидишь Что там за чувак Но Дозер Это злодей Это динозавр Да А Йоши Это вообще черепашка По-моему А, но Йоши Это просто черепашка Да Да Злодей Но По факту Черепашка Кстати говоря Наносит В сторону Марио Не могу С собой спорить Действительно наносит Бывает зеленый Бывает красный Бывает с крылышкой Вот, да Но это Про классический Супер Марио Как же мы отскочили-то Ну давай Да, но Здесь написано Что нужно Предусмотреть Кучу вариантов Типа если ссылки Target Blank То мы их не будем У них стандартное Поведение менять И так далее Что мы меняем Не только CC Контейнер Но еще Тайтл документа То есть мы по ссылке Берем тайтл Той, которую мы откроем И его тоже должны менять Ну потому что Ну а как Если например У нас есть меню Какое-то То мы переходим На новую ссылку А у нас по идее Допустим там В Wordpress Current Menu Item Class Который Ну подчеркивает Тот элемент Который выбран Вот его мы тоже Должны менять Ну и так далее То есть есть Вопросы Которыми нужно заняться Кроме этого Поддержка браузеров PushState API Ну доступно Как бы много где Но вот вообще Не везде То есть если я сейчас Открою на CanIUse Это все дело Красивое Ну хотя в Opera Mini Только Во всех остальных В принципе Уже хрен с каких годов Она есть Даже в E Начиная с версии 10 Это уже есть Поэтому да Можно кэширование Использовать Здесь он нам пишет Можем просто Изменить функцию LoadPage Промисом Кэшировать Эту всю хрень И показывать Каждый раз Одно и то же Кэш API у нас есть Хранить где-нибудь В Index.DB Например на клиенте Ну в общем да Prefetching the next page Можно предзагружать Следующую страницу Ну либо по наведению На ссылке Либо как-то еще Это тоже классика На самом деле Ну просто статья Год ей Я уже все эти приемы Слышал Конечно не реализовывал Но в теории Все слышал Все понятно Так что да Пишите Предлагайте другие Подобные темы А мы переходим дальше Давай Нейтан комментирует Привет космостарам Вы нередко упоминают Что вам предлагают Лайвстрим Как вы коете В эту тему Предлагаю Светить статейку Как мадмуазель В течение года Стримила свой хардкод Лучше бы она Свой хардкор Стримила Мадемуазель, кстати, как, хороша с собой? Сразу давай начнем с этого Или на вкус и цвет? Лучше, чем Марик Касаки Сьюз Хинтон ее зовут Есть у нее инстаграм сразу? Она, не знаю, кстати, не смотрел Майкрософт она работает Да насрать, есть у нее инстаграм, ну-ну-ну, и че? Она на Твиче год, целый стриме Так, именно как она кодит? Как она кодит? Причем она кодит, чтобы ты понимал, для Ардруина на Node.js Ё-моё То есть прям вот решила зайти со сложных моментов И я, говорит, в принципе, и так уже нишевое дерьмо выбрала Программирование на Твиче Еще и железку я программирую, но это вообще нишевое Прям, говорит, да Поэтому, да, первое время мало кто смотрел И вообще меня вдохновили, она тут пишет, что Handmade Hero какой-то Так Если бы, говорит, не он, ничего бы не было, спасибо ему Есть еще Нолан Лоулсон Мой друг, говорит, я, говорит, смотрел, как он стримит И тоже решила стримить Короче, она стримила раз в неделю Здесь нам рассказывает о том, что она использовала OBS, например Для захвата изображения Ну да, для захвата изображения с экрана Ну и, видимо, какую-то вебку Ну не видимо, она пишет дальше, что Logitech C920 Ну, стандартная веб-камера Я до сих пор не помню, у нас 920 или у нас 922 У нас 922, более новая Да, у нас более новая Full HD Знаешь, меня что интересует? Кроме того, что она просто стримила Мне интересно, это ей по работе надо было? Или она для хобби? Нет, она пишет, что это хобби Это хобби, поэтому всего раз в неделю То есть она говорит, как всегда Я хотел бы делать больше, но нет времени Кидать дальше, я понял А еще такой вопрос Она вообще что-нибудь говорила? Да-то, ну вебка же Конечно, она говорила Она общалась с чатиком Вот у нее, чтобы ты понимал Вот есть скрин То есть где-то 60% экрана, левая часть Это ее экран Непосредственно код Не знаю, в чем она там его писала Справа снизу вебка, справа сверху чат И она общалась с чатом То есть я напишу, что мне иногда чат показывал мои ошибки Охренеть После этого они мне даже пол-реквесты на гитхабе кидали Что вот тут вот так попробуй переделать Будет там лучше, круче и так далее Она дает здесь некоторые советы Что в OBS очень прикольно между сценами переключаться Да ладно, не только в нем одном Кроме этого она говорит, что очень прикольно делать лейблы То есть подписи всякие висячие и так далее То есть то, что называют panels Можно целый интерфейс построить вокруг своего Непосредственно того, что ты стримишь Окна Вокруг него можно кучу всяких хреновин Написать, подписать Подписывайтесь в Твиттере, ВКонтакте Аватарку какую-нибудь сделать и так далее Можно целый интерфейс игры сделать Ну знаешь, вот я сразу себе представляю Например, стримишь какую-нибудь старую игру Так И интерфейс самой консоли вокруг него нарисовал Типа ты в нее прям на ней играешь Еще интерфейс, как будто тут же чатик Ну можно по-всякому, если ты художник Или какой-нибудь дизайнер Изворачиваться, и это прикольно А в итоге-то получился какой-то проект? Ну нет, она просто говорит, что я до сих пор стримлю Круто, у меня там тысяча подписчиков И вообще мне хорошо, интересно и здорово Попробуйте все Типа она нас мотивирует, если вы все вот хотите сделать так же Но боитесь попробовать, пробуйте И типа все у вас будет круто Она не говорит о том, что прямо она сейчас там Мир изменила своим родруинопроектом Нет, что-то делает, что-то там Это, блин, единственная проблема в том, что я У нее нет инстаграма Я-то хотел посмотреть все-таки фотографии, так сказать Другого плана, но Ну, может быть, ты посильнее поищешь Какие-то ресурсы Я уже Ну, какие-то ресурсы в Юзнете, видимо Да, возможно Окей, отлично Ну, она пишет, что у меня есть заглушки Когда я отхожу, там, попудрить носик и так далее То есть это все я сделал, говорит Переключение Что касается хардвара У нее 27 дюймов монитор, говорит Несколько мониторов для меня как-то вот не получилось Я вот поэтому выбрал один большой Она почему-то не сказала, 4К он или не 4К, например Отлично звучит, что несколько не получилось Выбрал один большой Окей Микрофон у нее Blue Yeti Классика Классика, да И здесь еще на фотке видно ее клавиатуру розовенькую Вот эту И она говорит, у меня потом Изначально, говорит, я не написал, что это за клавиатура Меня потом до хрена поспрашивали И она приложила ссылку Типа все мое железо, где, что, как и так далее Ну она опять же дает совет, что Самое главное это регулярность То есть люди уже привыкают Она по воскресеньям Например, стримит, что в воскресенье Днем или вечером Всегда можно прийти посмотреть на Сьюзен Или кто, как ее там зовут Сьюзи И говорит, ну кажется, что Будет странно, говорит, это нормально В итоге у всех странно И поэтому прикольно Почему бы и нет Так что вот так Отлично Пишите, если вы хотите увидеть, как мы лайв кодим Этого, конечно, все равно не случится Но если Напишите Но пишите, да, это будет прикольно Мы хотя бы будем знать, чего Так сказать, чего хочет женщина Как в фильме Мелла Гибсон, да? Милл Гибсон, хотел сказать А Михайлов нам пишет Привет, спасибо за старание Как всегда, высший пивотаж Спасибо Ну-ка Небольшой взгляд в прошлое на CSS Did CSS get more complicated since the late 90s? Также заметил много предложенных тем про PVA Был бы рад услышать об этой технологии от вас По-моему, я что-то перенес на следующий раз про PVA Если нет, то нет HiddenDevries.nl Нидерландский какой-то сайт Говорят Вот давайте задумаемся А CSS не стал ли более сложным с поздних 90-х? Но ответ стал Сразу говорим А почему он стал вдруг сложнее Об этом и статья То есть Говорится о том, что Изначально CSS Он не задумывался как язык программирования Он задумывался как декларативный язык И его именно специально сделали Чтобы он был простым То есть Симплисити было Самым главным Самой главной особенностью Стайлшитов Но вторая была Каскадность Ну, может быть, она первая Неважно В общем, одна из особенностей Было то, что они были простые Поэтому CSS умышленно не полон по тьюрингу То есть Это не язык программирования И Нужен был для того, чтобы декларативно писать Это такое Это красное Это большое Это маленькое И Почему? Потому что изначально Весь интернет Были просто документы Они нам показывали структуру А мы С помощью CSS Просто говорили Этот документ красный Этот синий Этот зеленый Условно Здесь шрифт большой Здесь маленький С тех пор изменилось Очень многое В том смысле Что интернет Это больше не просто документы Гипертекст Перелинкованный между собой Это и приложения Какие-то В которых мы Переводим деньги Даже там Слушаем музыку Создаем музыку Не дай бог Или что-то еще Это Это что-то уже Нечто большее Поэтому Ну и CSS Тоже развился Раньше были только Мидия То есть там можно было Это print Это screen И так далее Все было очень декларативно И понятно Для чего пишем Какое свойство Какое значение Этого свойства Все Конец Как бы вообще Без Сложности Но теперь Да Теперь очень много Веб На себя взял Как ты Много на себя взяла Так И поэтому Да Новые инструменты Препроцессоры И так далее Новые Модули CSS Которые уже Не такие очевидные Которые уже добавляют CSS переменные Вот эти CSS variables Там Нативные Они уже Делают Из CSS Все-таки Более или менее Язык программирования Какой-то Не такой декларативный Но это Это natural Течение вещей Простите И Да Многие люди Уже даже дизайнят В браузере С помощью там CSS и JavaScript Поэтому Хошь не хошь А уже более или менее Серьезным инструментом Это становится И Поэтому да Я не знаю Что еще здесь добавить Отлично Вообще Говорит Конечно Вот вещи такие Типа как CSS Into JS Например Ну то что сейчас Супер популярно CSS писать не в CSS А конкретным JS Вот Какой мы Дом модуль Показали Такой же Пусть сразу CSS к нему и Привалится Это конечно хорошо Добавляет функциональность Но давайте Типа не забывать Что CSS Он был Просто декларативный язык И когда-то Веб комьюнити Выбрало Простоту Они же Говорит Не зря Это выбрали 20 лет Все хорошо Работало И говорит Не портите Все сейчас Поэтому Давайте Задумайся О том Чтобы CSS Не делать Сложнее Чем он Есть На самом деле Ну и Здесь Сайт Естественно Hided Hided Devris NL Он Не очень Как-то Стилизован Никакой Здесь Супер Прогрессивности Нет Стандартный WordPress Вот здесь Name Email Website Comment Я думаю Коммент Даже не Аяксова Отправится Если бы Он отправился Но я Не буду Здесь Ничего Отправлять Но есть Прямо Такие Как Юго Жирадель Likes This Супер Юго Который Про Сас Много Писал Статей Вот он Как-то Лайкает Как здесь Лайкать Я не знаю Ну реально То есть Вот Ну нету Нету Лайков Или Твиттер А Он на Твиттере Если ставит Лайк У этой Статьи Почему-то Здесь Прям Пишется Что за Лайки Охренеть Прикольно Видимо Все-таки Не просто У него Это документы А что-то Как-то Здесь круто Было Так что Вот Ставлю Если Сложнее Да Хорошо Ли Это Вот Вопрос Вопрос Остается Открытым Я считаю Что Любой Инструмент Можно Извратить И использовать Не по назначению И не мы Решаем За других Людей Делать им Это или нет И здесь Вот я Вспоминаю Нашу Дискуссию О том Что там Был спидран Четвертого Фуллаут Или какого Нью Вегаса И вот Саньке Не понравилось Это Что вот Типа Есть хорошая Интересная Игра Сюжетная А люди Берут И извращают Спидран Что-то Изгаляются И так далее И мы говорим Саня А ты вот Подумай Возможно Люди Которые Это делают Они настолько Уже полностью Наизусть Знают Игру Что им Хоть как-то Охота Разнообразить Так сказать Своё время Препровождение В этой игре И попробовать Уже Вот что-то Другое Более Забористое Ну Как Например СС СС Забивает Последний Гвоздь В крышку Гроба Джей Квей Только тут-то Наоборот При пособничестве Означает Что Оли Уильямс На CSS Трикс Публиковал Статью А пособничество Это видимо Просто на сайте CSS Трикс Ну да Это единственное Пособничество Ну слушай Если он его Опубликовал Значит Крис Коэр Согласен Он же говорил Что у меня Публикуются Только те С кем я Как бы Согласен Так что Пособничество Сейчас как никогда Нам уже не нужно Джей Квей Пишет Оли Уильямс Он нам здесь Приводит Классические Примеры Давайте Сразу договоримся Что Доллар Элем Это Вот мы через Доллар Выбрали Элемент А просто Элем Это Ванильный Джаваскрипт Документ Квей Селектор И такой же Класс Он Сначала Приводит Реально Моменты Которые уже В нативном Джаваскрипте Делаются Вообще Один в один Как в Джей Квей Например Remove Например Prepend Добавить Перед Before Replace With Работает Одинаково Closest Даже На IT Работает Одинаково Поддержка У этих Методов Dom Манипуляйшн Не очень Полная Потому что Ие И Edge Не поддерживаются Например Не один Ие И не один Edge И это На самом деле Упущение Если Ие Уже Действительно Ну как бы Хрен бы с ним Ну в восьмерке Допустим Он еще есть Хотя Уже Можно На восьмерку Поставить Edge Отдельно А вот В десятке Уже Edge По умолчанию Я им даже Пользуюсь Как я здесь Неоднократно Утверждал Говорил Вот там Этого нет Это хреново То есть Оно все еще Да Но вообще Пишут Что Имплементируют Делают Fade in Что касается Так Fade in Это Возникнуть Наоборот То есть Сделать Display block Сделать Хорошо Ну с помощью Request animation frame С помощью Animation API Ну чуть-чуть Побольше Это пишется Но по производительности Вообще Не сравнится То есть jQuery Fade in Fade out Hide show Они прям Они отвратительны По производительности Поэтому Рассматривать их Как киллер Фичи jQuery Это по меньшей мере Сейчас глупо Что касается Callback'ов Повешенных На какой-нибудь Event Например Click some function В jQuery Да Делается легко Почему-то One Не one А on Здесь опечатка Согласен Как-то не гоже Но вот да Раньше В JavaScript Надо было делать Remove event listener Do stuff А потом Опять add То есть Несколько Деклараций Но теперь У нас появилось Третий аргумент В новых Современных Стандартах JavaScript Можно с помощью JSON объекта Передать Once true Один раз Только Чтобы сработало И все То есть Он сделает Все то же самое Один раз Забиндит Event А потом уже Внутри Callback'а Его отменят Обратно Кроме этого Есть даже Capture Который А я не знаю Что сделает Я прям признаю Я не буду здесь Экать Мекать Бекать Придумывать Я просто Я не знаю Что делает Capture the flag Он захватывает события Что это значит Понятие Аниме Может быть Как-то его Ну он может Поэкан Лучше Согласен Метод Animate У jQuery Достаточно Граничен У него всего Пять значений Ну еще Шестое Это длительность Если мы смотрим WebAnimations API То там Значительно Круче все Потому что там Мы прям Полу-CSS Таким синтаксисом Это пишем И опять же По производительности Прям конкретно Круче Вот да AJAX AJAX С этим по-прежнему Есть проблема Потому что По умолчанию С XMLHttpRequest Нативным Он уродливый И jQuery И AJAX Он прям красивый Есть новый Fetch API Который типа Более крутой Сейчас чем XMLHttpRequest Он поддерживается Даже современными Браузерами То есть вон там Он респонс Хранит Но Но Fetch Не Отменяется Если вдруг По HTTP Какая-то ошибка Типа там 404 И так далее То есть Есть здесь Все еще Какие-то сомнения Но есть библиотеки Например AJAX Популярная библиотека Для AJAX Опять же Вот Я смотрел Некоторые Boilerplate С Vue.js Так И там тоже AJAX добавляют То есть Это прям Сейчас стандарт Дефакто Для AJAX Не обязательно Если вам нужен jQuery Только для AJAX Попробуйте AJAX Почти все Из jQuery Можно заполифилить Здесь есть Polyfill.min.js Для E Непосредственно Все вот эти DOM-манипуляции А кроме этого В чем конкретно Прикольчик jQuery Это итерации Вот этот модуль EACH Ну и не только EACH Когда он возвращает Нам Node.list То есть Набор Каких-то элементов Которые объединены Например Одним классом Вот так вот В jQuery Он возвращает Это как объект А Обычный jQuery Нам возвращает Node.list И вот Node.list То есть Ну Набор узлов Список узлов Его нельзя Итерировать По нему А вот По объекту Который jQuery Возвращает Да легко Поэтому Да Есть конечно Уже Array.from И так далее Но Кроме этого Вот здесь пишут Что в 29 апреля 2016 года Node.list По умолчанию Итерируемые То есть Вот Query.selector.all.ly И for each.ly Все Можно делать вот так Просто циклом For each Но в Edge Все еще не поддерживается Опять же То есть Вот тут надо Прямо смотреть Понимать И так далее Пол Айриш Контрибьютор jQuery Пишет Что никогда не используйте jQuery hide Но это понятно Ну Это я тоже уже сказал Потому что Да Большинство вещей Которые в jQuery Даже сейчас есть Они уже по производительности Существенно уступают Всему остальному Поэтому да Что касается Вот этого вот доллара И того Как мы выделили Ну Как бы Запрашиваем все элементы Есть Blist.js Который Лия Вирова написала Есть Blink.js Который написал Пол Айриш Который Только этот функционал jQuery возвращает Что он Выглядит По синтексу Как jQuery Но возвращает Node.list Все-таки То есть Как-то Как ванильный JavaScript Поэтому Да Есть Есть возможности С помощью которых Можно отказаться jQuery Ну а по существу Как всегда Высказывая мнение Ну например В WordPress Он до сих пор Встроен Поэтому он уже Встроен Что делать Уже проще Использовать Ну единственный Корректив Который вносить Это сделать Чтобы он jQuery Не из самого Вашего WordPress Собрал Ну а например С Google Чтобы скорее всего Ваших пользователей Он был уже Закеширован С какого-нибудь Другого сайта Вот это Да А так Ну пока Нельзя его Из сердца То есть пока Нет последнего Гвоздя в крышку Правильно Есть Но если вы На Таком Ну то есть Для SPA Точно он уже Нигде никак Не пригодится Для большинства Каких-то крутых сайтов Которые вы делаете С нуля Там на каких-нибудь Там Хотя вот опять же Нам про IE2 Недавно Предлагали тему И это Бэкэндный фреймворк Но он все равно jQuery В нем обязательно И это как бы Ну Немножечко глупо Да Что в бэкэнде Обязательно Какая-то Фронтэнд библиотека Ну вот Тем не менее Это так Но если вы Используете более Прогрессивное Что-то Ха-ха Чем IE2 То Хотя казалось бы То отказывайтесь Отказывайтесь От jQuery Пробуйте И все будет хорошо А если вот Что-нибудь типа Wordpress Почему бы и нет Он же уже Все равно встроен И у всех Будет подгружаться Поэтому Да У нас как раз Сегодня нет Раздела Wordpress Поэтому мы Переходим К разделу Notepop В котором Такие Три темы Как три столпа Значит Тема Про Советскую Архитектуру Предлагает Нам Собственно Кто RedLex Да Собственно RedLex Предлагает Нам наш Дорогой Подписчик И тот Кто нас Поддерживает Кстати говоря Да Спасибо тебе RedLex Мы тебя Помним Отображаем Тебя Из кучи Других Подписчиков Ты молодец Он вот Предлагает Зацените Типа Архитектуру И здесь На сайте Sovietmodernism Wordpress.com То есть Это Тот самый Бложик Созданный На wordpress.com Вот Можно выбрать Какое-нибудь Здание архитектуры Которое нам Понравится Да Я тебе предложил Выбрать Какое-нибудь Одно И обсудить Мне Знаешь Какое Очень нравится Мне нравится Например Ресторан Маяк Днепропетровского Украин Нашел А так тебе До 2 До 16 Захожу Вот Знаешь Вот Сразу Сразу С первых Фотографий Я так вижу Ресторан Действующий Наверняка В Днепропетровске Все действующие Рестораны Выглядят Именно так Да Конечно Тут Он разрисован Частично Все-таки Уличными Художниками Но Можно сказать Что вот Такое Придумать Как архитектору Чтобы оно Стояло Чтобы оно Функционировало Не падало Чтобы оно И было По-настоящему Красиво Выглядело Вот посмотри Вот эти Ответвления Вот посмотри Вот эти Переходы Коридоры Мне наш Театр Драмы Имени Наума Орлова Очень напоминает Есть Да Есть Что-то А кстати Здесь архитектор Дама Эльвина Давыдова Вот Фотография От октября 2016 Мне вот интересно Вот смотри Облицовка Которая Вертикальные Такие штуки Желто-серые Ну Вот именно Самая внешняя Плитка Это новье Или это старье Она выглядит Как будто Уже пытались Как-то дореставрировать Да Потому что Вот та Которая сверху У самой башни Она вот выглядит Прям как У театра драмы Мрамором Все сделано А вот именно Вот эта вот Рифленая Она как-то Выбивается И мне вот интересно Это было так Или не было Мне знаешь Даже интересно А почему там Не сделать Ладно Бокси С реставрацией Так сказать Почему там Не сделать Что-то Внутри Ну Посмотри На некоторых фотографиях Видно аренда Надпись на стекле Да Я кстати вижу Что здесь Действительно есть И кондиционеры Значит Здесь все-таки Кто-то живет Кто-то Не живет А имеется ввиду Работает Ну Судя по всему Вряд ли работает Но работали Как-то вот Ну Недавно И да Я кстати тоже увидел Хотя нет Смотри Да С другой стороны Там что-то есть Давай отталкиваться Теперь от названия Ресторан Маяк Все-таки Похоже это на Маяк Кстати да Почему бы и нет Такой Светящий В несколько сторон Еще бы Вот на пару Тройку этажей Повыше Был бы прям Конкретный Маяк Да Обшарпанный Конечно Уже Ребята из Днепропетровска Скажите Что там сейчас Вообще происходит Вот с торца Там есть какая-то хрень Вообще Фотография Это октября 16 Да Возможно Сейчас уже там Все свежо Может быть там уже цветет И пахнет Вообще Да Поэтому Ну кстати Хороший выбор Знаешь Что бы я выбрал Если бы выбирал Ну-ка Что обсудить Я бы выбрал Звальтноц Ээропорт терминал Ереван Армения Там прям Тоже достаточно Так монументально Ну мы не будем Это сейчас обсуждать Но вот Я бы предложил Именно Да Там хорошо Тоже Следующая новость Спасибо Редлексу Кстати Еще раз От SpaceX Прямо от SpaceX Нам новость Оказывается Оказывается Недавно Илон Маск Представляешь В твиттере Язвительно А он может Еще что-то Язвительно говорить Заявил Что запуски SpaceX Настолько дешевле Нежели услуги Boeing И Lockheed Что на разницу Можно построить Спутник Говорит он Язвительно нам И действительно Здесь Прямо Автор Статьи на Geek Times Согласен Что блин Илон Маск Дешево Все делает И Все дешевле И дешевле Скоро будет Дешевле Слетать на Марс Чем Из Лондона В Норильск Почему-то мне захотелось Сказать Ну ух ты точно В Норильск Не только из Лондона Даже из какого-нибудь Соседнего Новосибирска Хрен слетаешь Так вот И знаешь В этой статье Даже не это важно А в том Что здесь Описываются Конкуренты Илона Маска Непосредственно Те, которые могут Так сказать Предложить конкуренцию На рынке И Сбить цены И может быть Даже сделать еще Более дешевым Передвижение По космосу Если Вдруг будут Играть По-крупному Так вот Blue Origin Это пацаны Которые делают Джеффа Компания Цель основателя Компании Джеффа Безоса Или Безоса Отнюдь не прибыли От запусков Коммерческих спутников А предоставление Возможности Миллионам людей Жить и работать В космосе Также он Не имеет амбиции Для запуска Правительственных И военных спутников И планирует Лишь поставлять Свои двигатели БЕ-4 Для новой Ракетоносителя Вулкан Выглядит Намного более Хайтечно Чем SpaceX Согласен Просто какая-то Пуля Просто Мне очень нравится На самом деле Вот этот рисунок Пера Он очень классный Очень классный Это Blue Origin Есть в том числе Юла Юла Тоже Или Юла Это конкретно Ракета Нет Юла Нет Ракетоноситель Vulcan Вулкан Да А источник Юла Да Тоже есть Компания Тоже Да Пацаны Которые Собственно Соревнуются Со SpaceX Конечно Не в таких масштабах Но тем не менее Могут Могут Пойдем дальше Даже не будем Останавливаться на деталях Хотя вы можете посмотреть Роскосмос Такая великая компания Есть Которая тоже Может Со своей программой Посоревноваться Со SpaceX Хотя конечно У нас была одна из тем О том Что все-таки Роскосмос Хочет остановиться И сконцентрироваться Конкретно На Космосе Спутников Которые Обеспечивают Работу Каких-то Наземных Объектов Слушай Я вот не помню Там была тема Про то Что давайте Не будем Смотреть Давайте Не будем Так скажем Целиться Сначала В космос Будем Все-таки Думать Сначала Про жизнь Людей Сделаем Все Отточим Чтобы Все спутники Доставляли Телевидение Нам Гениальное Погоду И т.д. А потом Будем Лететь На Марс Давай Сначала На Земле Хорошо Сделаем Когда Ты говоришь Про Целиться Мне сразу Становится Только Целился В пятку А попал В нос Да Я думаю Что Роскосмос Примерно Так и Делал Целился В пятку А попал В нос Вот Что еще Есть Джакса Некая Тоже Пацаны Делают Ракеты Можете Заценить Но Это Как мы Видим По Флагам Восходящего Солнца Все-таки Япония Япония И космическая Программа Это конечно Анекдот Поэтому Но Не только Аниме У них есть Не только Роботы Ты еще Хотел сказать Конечно Конечно И наверняка Там на ракетах Уже и роботы Летают Вот В итоге Вы можете Посмотреть Некоторые данные Статистику По Ракетам Если вам Очень сильно Интересно Мы сейчас Остановиться Подробно Не будем Но Тем не менее Ссылка будет Она всегда Есть в описании Не забывайте Про это И все ссылки На тему Мы оставляем Всегда Под видео Вот И давайте Последнюю тему Из новичпопа В подвале Дома Умершего Сотрудника НАСА Обнаружили ЭВМ Эпохи пионеров Во Вот это Между прочим Нам никто Не предложил Это я сам Нашел Нихрена себе Какой ты Молодец А тема Кстати Прикольная Реально Тема Реально Прикольная Возможно Даже прикольнее Чем У всех Те Кто Раньше Кроме Редлекса Да У него Самое лучшее Короче Короче Где лучшие темки У Редлекса Да Короче Знаешь что Какая тема Насавец Закончил Свою жизнь Просто Просто И вот Умер Значит Вот мне Грустно Знаешь Вот У копов Когда чувак При исполнении Умирает Умирает Потом В конце Говорят Прямо Типа Браун Закончил Свою смену И Три Выстрела И все И всем отделением Провожают Хотя Как бы Он уже Не закончил бы Ее Но Они это Декларируют И как бы С ним Так Прощаются Именно На работе Вот Ты сейчас Так сказал Мне Это все Придумать Ну вот Да Тут Закончил Свою смену В НАСА Так сказать И Знаешь Короче Оказывается Не так быстро Обнародовали То что у него Было Дома Стояло Потому что Ну мы понимаем Что НАСА Это все-таки Закрытые Какие-то Может быть Разработки Все это Облагается Неким Секретом Покрыто Тайной И Короче говоря Еще В 15-16 Году Все это Случилось Есть такая поговорка Все что ты не украл С работы Ты украл Из семьи Вот Он походу Много всего Взял с работы Да У него Оказывается Дома Стояли такие Хреновины Огромные Очень тяжеленные ЭВМы Практически Ламповые Вот реально Которые Вообще Не то что не утащить Они супер Супер Тяжелые Не как Вот у меня дома Пианино стоит И 5 мужиков И на 4 этаж Было тяжело И матерились Тут я думаю Пятью мужиками Вообще не обойдется Да Пятью мужиками Пятьми Мужиками Возможно он вокруг этих компьютеров Дом построил свой Потому что перенести их В подвал Да Изначально появились ЭВМ А потом его дом И реально Короче Там в том числе Хотели конечно же Записи с этих ЭВМ взять Потому что там записи Чуть ли не на бомбинах были Еще ЭВМ эти писали Да Вот Но вроде как записи Не сохранились А возможно Мы знаем Что зеленые человечки Могли уничтожить Записи Так как НАСА Вероятно делает Какие-то попытки Найти их Я имею ввиду Неопознанные летающие Объекты И так далее Неопознанные летающие Объектки Да В том числе Мы не знаем Из-за чего Собственно умер Ну ладно Это уже Совсем мистика Из ТВ-3 Тем не менее ЭВМ найдено И я думаю Что это достойно музея Вот такие экспонаты Такие пионеры Такие супер старые Ламповые Электронно-вычислительные Машины Ну что можно сказать Я только рад И я надеюсь Что когда Так сказать Так смешно Пленок было 350-325 Маркированные Посмотрели Там Пионер-10 Пионер-1 Гелиос-1 Ну там реально Про миссии НАСА А не маркированные Пока не изучались Их оказалось 215 Там порно У меня бы любопытство Уже просто Сгнило изнутри Согласен Они даже Не почесались Не изучили Возможно Они магнитофон Все еще ищут На которых проиграть Потому что У него будто бы И последние Такие стоят Во мне эти компьютеры Напоминают Компьютеры Из Братца со Стали В первом и втором Фуллауте Там именно так и выглядят У него Братца со Стали Было дома Да Последние темки Темы слушателей Хотя конечно же На протяжении всего подкаста У нас были темы слушателей Но здесь именно две Которые не вошли Ни в одну Ни в один из разделов Нашего подкаста Первая Такая Как бы Хвалебная Ода Самому себе От 29 февраля Нам прокомментировал Чувак Говорит Помните Обсуждали Такое В прошлом подкасте Может быть Кто помнит Кто не помнит Послушайте Если не знаете Мы обсуждали Такой новый тренд Синемографик Что ли он назывался Это когда Такой видос Видос И на нем Один из объектов В этом видео Полностью запаузен То есть вы смотрите А остальное движется Остальное окружение движется И из-за этого Такой эффект И скорее наоборот Окружение запаузено Что-то одно движется Ну или так Да То есть неважно Может быть несколько объектов И это такой Создает эффект Как бы Что время Оно Проходит мимо Допустим Или наоборот Время остановилось А объект В этом времени Происходит Вот например Здесь Нам собственно 29 февраля То есть это студия Которая предлагает Нам рассмотреть Их сайт Пау.ком.ua Заодно и пропирается В подкасте Почему бы нет В разделе Чотирикопита Чотирикопита Используют Вот такое видео В стиле Синемаграфик Live Как он говорит Live Фото Вопросы Контрастности У меня очень большие Текст с фоном Вообще всего Да К этому есть вопросы Но конкретно Сама идея Вот этого видео Да Девушка Сидящая на лошади Видимо девушка Которая все-таки Увлекается Конным спортом Судя по каске Достаточно Привлекательная У нее поза Давай Дизнайти себя Больше тогда Больше Больше Да Поза достаточно Привлекательная Мне очень нравится Мне нравятся Такие сапоги Я бы и в одних Сапогах бы Походил Кто добился успеху С Павла Вот Но Но Я хочу сказать Что здесь Что здесь Есть этот эффект Лайф фото И Да Девушка сидит У нее как бы Время остановилось Ей настолько балдежно Сидеть на лошади Что То что вокруг Что-то происходит Это как бы Ее абсолютно не волнует Вот такой эффект Создается При помощи Синемографик Видео Ты бы если там С ней бы сидел Тебя бы тоже Наверное не волновало Что вокруг происходит Да Я даже себя представляю Вот этим конем Может быть Тебя бы тоже оседлало Да Так Окей Это мы обсудили Ну и последняя тема Которая не вошедшая Знаешь Вот Сегодня много Скобрезностей Было в подкасте Но Вот такой скобрезности Я даже не ожидал Праворук А это важно Праворук Прокомментировал Говорит Каждый раз Перед просмотром подкаста Готовлю смазку Пишет он А потом После двухчасовой Плотной Ручной работы Все заживает неделю Но теперь У меня есть две недели Благодарен вам парню Мне интересно Всегда пожалуйста Во-первых А какая Какую конкретно Праворук Имеет смазку Может быть Шариков Подшипников Своих Для спиннера Он спиннер крутит На самом деле А что спиннер Надо к себе смазывать Ну конечно У тебя уже поскрипывает Твой Пока еще нет Нет Еще терпит Чуть Да У меня возможно Не такая плотная Ручная работа Как у праворука Поэтому Хотелось бы Чтобы Уже вот эти праворуки Это хотя бы Может быть Это хотя бы девушка Вот Потому что Это вряд ли Да К сожалению Ладно Давай будем заканчивать На обоечке Этот подкаст Давай Обоечка такая Слушай Вот вроде бы Конец июля Да А она осенняя Какая-то А я не привязываюсь К срокам Каким-то К датам Что мне твои даты Вот это все Она осенняя И создает Осеннее настроение Нашего подкаста Такого Знаешь Который Уже С грустью Смотрит В будущее Веба А Не каждый Может смотреть В будущее Веба И в завтрашний день Не только Лишь все Но каждый Может это делать Да Ну слушай А где А где Да Сама дорожка Вот эта Освещенная Светом Практически Дорогой Желтого кирпича Который ведет К доброму волшебнику Из страны Оз Угу И это мы Да Наши друзья Вот из Германии Недавно приехали И Они говорят Ну что там Путин Я говорю Да как бы ничего Живет Дышит Они хотели здесь его увидеть Не знаю А я просто спрашиваю И у нас Говорит Там что-то передавали Что есть какая-то Прямая линия Где люди могут Прям вопросы задавать Угу Я говорю Ну конечно Есть прям вот Вопросы Туда-сюда Говорит Там отобранные вопросы Какие-то Может стихии наберут Какие-то там Так сказать Специально отбирают Так сказать Ну колоритных людей Колоритные вопросы И так далее Как это получается Путин как волшебник В изумрудном городе Исполняет Типа пожелания И так далее Я говорю Да конечно Он вообще Он крутой И все В изумрудном Геленваге Да И Я говорю Меркель Это тоже надо Линию Какую-то Прямую Ну это К сожалению Ничего не изменит Слушай Ну во-первых Они как-то Очень радикально Строены А во-вторых Мне кажется Вот такая Прямая линия Опять же Взята Как шоу Из Америки Какой-нибудь Например Наверняка Обама И да какое Там Наверняка Еще какой-нибудь Буш Младстарший Еще говорил По такой линии Ну вот Чтоб ты понимал Название моего подкаста Беседы на диване Оно идет Из названия Беседы у Камина И это была Радиопередача У Рузвельта О И он просто На полном серьезе Я не знаю Как часто Может быть Каждую неделю Может как-то еще Он просто разговаривал С радиослушателями Типа вот чуваки Там туда-сюда Ну короче Он записывал Прямо подкаст Охренеть У Рузвельта были подкасты Вот это уж реально Это уровень Да Вот это прям круто Поэтому Я не знаю Я на самом деле Не слушал Можно как-то Может где-то найти Возможно у чувака Из НАСА в подвале Тоже было У него там Стопудовые записи Поэтому да Никак по-другому Уж не восстановить Но ладно Мы призываем вас Подписываться На соцсетях Вконтакте В Твиттере В Фейсбуке В Инстаграме В Гугл Плюсе Там все эти ссылки есть На Ютюбе Ставьте нам пальцы вверх Добавляйте Вы избранное Подписывайтесь на канал Пишите комментарии В Айтюнсе Ставьте звездочки Пишите отзывы И вообще Прямо пишите На work Собака Ювебдизайн Точка ру Мы всех рады Слушать Всем отвечаем И мы за интерактив Максимально интерактивно Давайте вести себя Особенно Ред Лексу Да И все будет вообще Очень хорошо Поэтому увидимся уже через неделю И пока Пока Можешь говорить Нужно ли подчеркивать Давай еще раз Пися Сися Пися Три